всем привет всех с отличным субботним днем у нас тут очень снежно очень красиво и я вот решила выйти в эфир для того чтобы не терять эту субботу потому что мы к сожалению по техническим причинам не успели смонтировать новый выпуск поэтому я подумала зачем нам терять время мы уже привыкли по субботам встречаться встретимся пообщаемся проведем вместе пару часов я думаю что людей на самом деле вот прям непосредственно в прямом эфире будет не так много но впоследствии мы эфир просто запишем оставим на моем youtube канале на то лучше объяснит и вы в любой момент сможете посмотреть и собственно опять же послушать о чем мы сегодня говорили я буду стараться сегодня отвечать на вопросы которые прилетели в мой telegram канал в мой инстаграм в значит в youtube и постараюсь ответить на все вопросы и в целом постараюсь рассказать о том что что сегодня из происходящего в мире беспокоит меня наиболее что вызывает мое беспокойство что вызывает радость что вызывает сомнения страхи ну в общем обычный разговор людей которые собрались субботним днем на ланч и хотят поделиться своими историями я надеюсь что вы будете реагировать на то что я буду рассказывать и будете присылать дополнительно ваши вопросы может быть будете как-то комментировать и на основе этих комментариев у нас будет возможность сделать наш диалог наиболее многообразным ну начать наверное хотелось бы с того что сегодня мы живем в мире в котором нет ничего постоянного и я поняла для себя что то о чем раньше мы говорили бесконечно что необходимо жить в моменте что значит самое главное значит это то что есть у нас здесь и сейчас и вот это вот the power of now а сегодня вот эта сила настоящего она единственная за что мы держимся и каждый из нас сегодня ну скажем так имеет горизонт планирования ну не более чем я не знаю в несколько дней в лучшем случае в несколько месяцев для меня эта история очень некомфортная потому что я человек который всегда планировал будущее вообще в принципе у меня была всегда такая я жила в таком скажем конфликте прошлого и будущего меня всегда очень держала мое прошлое из которого я иногда годами не могла выбраться и при этом я очень была ориентирована на будущее всегда заранее знала на несколько лет вперед что меня ждет ну как бы опять же сейчас мы будем говорить о булгакове я вот сейчас произнесла эту фразу и подумала о том что до планировать конечно это здорово но и только если ты не слишком самоуверен вот но в целом мне кажется мы все сегодня находимся приблизительно в одинаковом состоянии и каждый из нас пытается найти то за чтобы ему хватиться как за последнюю соломинку для того чтобы эти вот бушующие волны какой-то неизбежной катастрофы не поглотили нас заживо и чтобы немножечко отсрочить не хочется говорить ужасный конец но тем не менее почему-то веры в то что у нас ждет светлое будущее все меньше я кстати недавно прочла книгу ханье нагихары одной из одной из тех писательниц которых я действительно очень люблю и можно сказать отношусь к ней с огромным почтением потому что когда-то ее книжка маленькая жизнь произвела на меня такое впечатление что я там не знаю полгода не могла ничего другого читать настолько это было эмоционально мощно проникновенные глубоко что конечно я ждала вот все эти годы когда появится новое произведение хани я нагихары и она кстати описала то будущее которое ну такое абсолютно анти утопическое произведение написала то будущее которое возможно всех нас ожидает и если раньше читая подобные книжки мне всегда казалось что ну это все выдумка какая-то и в общем все это не имеет к настоящему и к нам вообще никакого отношения сегодня я понимаю что все о чем писали писатели фантасты вполне возможно мы будем переживать например есть такая ну интересно мы недавно разговаривали с моей подругой и вот мы просто обсуждали что сегодня там огромное количество ресторанов открывается каждый день люди бесконечно скупаются в этих супермаркетах тарят еду бесконечно ходят поглощают ее тоннами и мне перед тем как все мы начнем потреблять пищу космонавтов то есть мне кажется что вся еда в конечном счете уйдет какие-нибудь тюбики в батончики и так далее только там какие-нибудь привилегированные слои населения будут скажем питаться в ресторанах есть там я не знаю натуральное мясо а все остальные будут есть какие-нибудь соевые там заменители и так далее вот вот и мне кажется что вот вот все такие анти утопические теории они конечно сегодня как никогда про кино он дико харизматичный у него отвратительный характер и и в общем об этом тоже можно то есть вот насколько он талантливый режиссер настолько же вот он сложный такой неоднозначный очень парень ну собственно я простых людей и в принципе в своей жизни не очень люблю но так вот жора это умный режиссер очень умный режиссер который умеет снимать кино для не очень умных людей я спрошу понять меня правильно то есть я не хочу там никого как-то оскорбить и общем принизить значит тех людей которые в восторге от слова пацана но на самом деле это ведь очень очень простое кино ну вот максимально просто это знаете это дважды 24 вот это вот в кино это так значит этот массовый успех этого сериала он конечно же обусловлен во первых ну абсолютнейшим безрыбием в кинематографе это правда я сейчас говорю даже про мировой кинематограф очень мало достойных проектов мне там хватит пальцев одной руки чтобы их пересчитать и второе это конечно такая удивительная удивительная сказка о том как из них из о том как человек у которого нет ничего так называемый чушпан которого там все потом я не знаю все им помыкают издеваются и так далее и вдруг у него появляется такой социальный лифт когда ты просто так из ничего вдруг попадаешь в другую касту и как бы ничего для этого особо не делаешь так вот если говорить о слове пацана если говорить о слове пацана ну скажем как о неком коктейле который жора очень умело замешал то ингредиенты на самом деле ну очень простые первое берете любую бандитскую или около бандитскую историю это как музыка шансон продается во все времена это знаете это у нас просто в крови мне кажется это любовь ко всему бандитскому к мордобоям и так далее далее значит собираете каст молодых смазливых доселе никому особо неизвестных пацанов как помните это было там в свое время там в девятой роте у Федора Бондарчука как это было в кислоте когда мы выпустили этот фильм тоже родилась целая каста новых молодых актеров то же самое произошло здесь отличный каст причем хорошо играть вот совершенно не обязательно хороший режиссер знает как сделать так чтобы актеры выглядели на экране отлично но конечно то что ребята все дико симпотные очень такие смазливые и кстати некоторые действительно классно играли вот это конечно второй ингредиент который работает третий ингредиент ребята побольше мордобоя вообще мне кажется огромный запрос сегодня на насилие и вообще любые вот такие протестные скажем протестные настроения их нужно каким-то образом купировать но при этом давать им выход и вот таким образом огромное количество людей ну как бы вот становились я не знаю на место маратика которому давали по мордасам или на место того же там я не знаю пальто и вот вот когда условно жора так очень скажем очень натурально все это показывает поэтому тебе кажется что вот в этот момент твой кулак разбивает чью-то челюсть я уверена что на многих людей это производило такое очень освобождающее впечатление то есть людям действительно казалось что они от какой-то агрессии от каких-то негативных эмоций освободились ну и четвертое конечно же это старые добрые советские хиты ну куда же нам деться от группы мираж от группы ласковый май то количество раз которое звучит в этом сериале песня седая ночь ну я не знаю то есть это это конечно очень сложно переварить но тем не менее даже если ты слегка будешь поблевывать прослушивая эту песню ты все равно не сможешь не пристукивать ножкой потому что это абсолютно такая вот история про днк советского человека песни ласковый май они в любом случае тебя приподнимают вот это основные ингредиенты этого сериала которые конечно же сработали и конечно же при мастерском монтаже жоры они дали вот такой вот эффект разворовавшиеся бомбы плюс конечно мне кажется что вся эта история с тем что сериал там запрещают из-за пропаганды насилия и так далее это все подогревало интерес потому что сегодня если что-то запрещают то значит завтра точно запретят то есть уже разговоры об этом начались то завтра точно это запретят поэтому я думаю что все вместе вызвало такой резонанс в моем случае если говорить о том что я думаю конкретно про этот сериал ну я же говорю для меня это все таки яролаж с мордобоем и конечно такое абсолютно подростковое кино в котором для меня лично абсолютно ничего не происходит с персонажами вот я смотрела интервью недавно жора где он рассказывал что для него такой ключевой идеей этого сериала была была возможность поменять местами главных героев то есть условно когда маратик становится комсомольцем а там пальто становится преступником да но я этого вообще не прочувствовала то есть для меня вот этого вот этого обмена не произошло потому что для меня все эти мальчики они вот собственно как были ну скажем тем что породило то время да вот как они были какими-то никчемышами безидейными которые говорили какими-то не своими формулировками используя там какие-то слоганы ничего не значащие совершенно да они собственно сами говорят что пацан слово дал ну то есть слово взял это как бы все в рамках допустимого поэтому вот это вот абсолютно отсутствие развития персонажей меня конечно скажем ну мне не хватило вот и конечно ну финал сериала ну показался мне ну честно говоря просто убогим ну абсолютно убогим я не смотрела слитые в сеть серии я не знаю что там было я достаточно уважаю труд авторов чтобы смотреть паленки или слитые в сеть серии но то что я увидела вот в финале то что вышло официально ну мне кажется что это просто какая-то конъюнктурная дичь то есть и мастер уровня жора крыжовникова ну конечно не должен себе такое позволять подытоживая значит историю со словом пацана закончила хочу сказать что да последняя серия меня ужасно разочаровала ну то есть вообще даже на фоне всего сериала она выглядела просто ну очень убого я считаю что мастер такого уровня как жора крыжовников он не должен позволять себе такого уровня компромиссы так все со словом пацана закончили давайте пройдемся быстро по тем вопросам которые вы прислали я попробую на них ответить значит так Нателло что вы думаете об успехе Тейлор Свифт ну во первых я была на концерте Тейлор Свифт в Лос-Анджелесе это был огромный концерт огромнейший просто какой-то стадион вот это было большое шоу там ну были сумасшедшие декорации сумасшедшие экраны у нее очень большое количество используется реквизита там всевозможные такие огромные змеи она летает она прыгает она работает на нескольких сценах одновременно она такая рабочая лошадь но мне эта артистка не нравится вообще американский феномен то есть она абсолютно американская артистка потому что она музыкант который исполнял и писал сюда кантри музыку и это в принципе та музыка которую в Америке обожают и я думаю что вот Тейлор Свифт она абсолютно такое олицетворение современной Америки ее такой скажем вот этой глубинной поп-культуры вот поэтому мне Тейлор Свифт не нравится но как бы ее феномен ее популярность для американского зрителя мне абсолютно понятны ребята что у нас там есть эфир или нет все есть все нормально продолжаем значит кто проводник кто сориентировал вас по режиссерам и направлениям в кино у меня никогда не было никакого проводника ни в кино но не в литературе точнее литературе в рум а в литературе меня конечно же направляла моя бабушка любимая к сожалению которая умерла 2 года или уже три года назад моя бабушка Эмма которая самого детства очень рано начала читать там уже как не знает 4 в 5 лет я уже читала я очень рано пошла в школу в 6 лет тогда в школу в 6 лет не брали и именно потому что я там очень круто читала меня в виде исключения, значит, пристроили в школу, и, конечно, в литературе это была моя бабушка, которая мне просто давала какие-то нереальные взрослые книжки, там, про войну, там, и один в поле воин, а завтра была война, как закалялась сталь, ну, вот это вся такая советчина, вот, но при этом именно, как бы, ну, то есть судьбы людей, которые мне, маленькому ребёнку открывались в этих книжках, они, конечно, оказывали на меня огромное впечатление, я думаю, что очень сильно влияли на моё развитие. И, конечно, бабушка у меня работала судьёй, и она часто брала меня на судебные заседания, вот, пока шли судебные заседания, вот я, значит, маленькая девочка, приходила, там, у меня был детский сад, я там с самого раннего детства ходила в детский сад, а детский сад находился рядом с судом. И вот я ходила всё время к бабушке в суд, когда она меня забирала, значит, после детского сада, и вот мне бабушка даст какую-нибудь книжку, я сяду, и вот идёт судебное заседание, бабушка, значит, в этой мантии, во всех этих, значит, одеждах, это всё как бы производило на меня какое-то нереальное впечатление, собственно, поэтому я потом решила стать юристом, вот, и я сидела и читала, и вот так, вот в этом как бы формировалась моя любовь к литературе. А что касается кино, то там вообще у меня не было никаких проводников, конечно, дома, ну, тогда по телевизору показывали в основном советское кино, у нас не было возможности смотреть практически ничего из импортного продукта, но когда папа впервые принёс домой видеомагнитофон, если я не ошибаюсь, мне было лет 8, наверное, какой-нибудь там типа 90-й год, у нас появился видеомагнитофон, папа каким-то вообще чудом его где-то там разменял, выменял, перекупил и так далее, ни у кого из соседей наших тогда не было видеомагнитофона, как сейчас помню, JVC, вот, первый видеомагнитофон, и папе стали передавать видеокассеты разные, ну, там, в общем, были какие-то знакомые, и вот я помню эту первую стопку видеокассет штук 10, и среди этих 10 штук было два фильма, которые, ну, до сих пор, мне кажется, вот во мне каким-то образом живут. Это, конечно, Молчание ягнят и Тельма и Уиза, о Тельме и Уизе я рассказывала, по-моему, в одном из своих прошлых выпусков, уже не помню, но вот это вот два фильма, которые я запомнила, и, наверное, вот в этом возрасте, где-то лет 8, началась моя любовь к кино, и я поняла, что вот каждый просто просмотренный мною фильм, он делает меня шире, больше, интереснее, ты можешь пойти рассказать друзьям. Потом я стала, конечно же, дома делать эти просмотры фильмов, потом, значит, была очень смешная история, у меня дядя, у него был свой видеопрокат, и он мне все время, естественно, приносил мультики первый, вот только появился какой-нибудь мультик, там Том и Джерри, у меня он первый. И тут появляется мультик «Красавица и чудовище», и мой дядя приносит мне кассету, и я так влюбляюсь в этот мультфильм, я понимаю, что я не могу его выключить никогда, и я начинаю его пересматривать какое-то невероятное количество раз. А у меня еще в детстве была, ну, феноменальная память, то есть я по щелчку пальца могла запомнить вот все, что угодно, там, я никогда не учила стихи, никогда ничего не заучила, я просто знала, я проснусь утром, прочту, приду, расскажу. И я выучиваю «Красавицу и чудовище» на двух языках, то есть я знала версию на английском, потому что слышен был же английский язык, то есть переводчик переводил, но английский ты слышал, и на русском. И прячу эту кассету, то есть когда мой дядя приходит и говорит, Нателлочка, а где кассета «Красавица и чудовище», у меня на нее очередь стоит, а тогда же это все там как-то было вот там одна-две кассеты максимум. Я говорю, так ты ее забрал, он говорит, подожди, как забрал, я не помню, и он такой говорит, е-мое, может я ее потерял, я говорю, да, ты, наверное, ее потерял, ну, что делать, бывает, надо найти новую, а он такой в шоке, он говорит, у нас была одна копия, мы ее не продублировали, а я эту кассету заныкала и смотрела ее просто до дыр, и я не знаю, потом мама, когда об этом узнала, она, конечно, меня дико отругала, вернула кассету моему дяде, но я сходила с ума по этому мультфильму, мне это казалось, ну, вот я даже до сих пор думаю, почему меня так увлекал этот мультфильм, да потому что действительно вот эта вот метафизическая абсолютно история перевоплощения человека, трансформация сначала из человека в чудовище, потом из чудовища в человека через любовь, и вот такая, такая любовь, которая способна принять другого, вот со всеми его недостатками, и действительно искренне полюбить и сделать его лучше, вот я даже сейчас говорю, и вот у меня мурашки, я думаю, что вот эта вот сверхидея, которая заложена, казалось бы, в абсолютно детском мультфильме, но она тогда произвела на меня вот такое колоссальное впечатление. Поехали дальше по вопросам. С такой насмотрюсь, не возникало ли желания снять свое кино, о чем бы оно было? Ну, вы знаете, что у меня есть довольно такой, ну, скажем, небольшой опыт, но имеется опыт продюсирования кинофильмов, мы несколько проектов успели снять, какие-то проекты должны были запуститься в 22-м году, но судьба распорядилась иначе, поэтому многие проекты мне пришлось заморозить, остановить и так далее. Если вы спрашиваете меня, не хотела ли бы я снять кино как режиссер, сразу отвечаю нет. Режиссер — это очень тяжелая профессия, и в принципе, ну, я не знаю, как вот, например, такой человек, как Мартин Скорсезе, да, который в своем возрасте, там, ему сколько, 80 или даже чуть больше, да, снимает условно «Убийцы цветочной луны», вот такое масштабное полотно, вот я просто не представляю. По крайней мере, ну, скажем, в нашей стране, в нашей реальности нет такого количества профессионалов, которые могли бы позволить себе такие проекты. И, скажем, нет режиссеров, которые к 80 годам не сошлись с ума, не слетели с катушек и не превратились в черное-то что, вот, в жалкое посмешище. У нас, к сожалению, знаете, я вообще верю в то, что талант и чистая совесть, они идут рука об руку. Хотя это очень противоречивое утверждение, есть, я сейчас буду сама себя, наверное, впоследствии опровергать, потому что мне всегда кажется, что, там, человек, допустим, каких-то, скажем, ну, сомнительных человеческих качеств, он может вполне быть гением. И, кстати, я всегда считала и буду считать, что творчество и человек, то есть, вот, человек что-то создал, выпустил это в свет, это больше ему не принадлежит. Это уже принадлежит людям. И вообще, в принципе, там, любой суперталантливый человек, он всего лишь проводник. Я не верю в то, что талант – это что-то, чем ты владеешь. Это всегда что-то, что на тебя снисходит и чем ты должен делиться. И, как говорит один мой товарищ, которого я очень уважаю, он всегда говорит, клетка живет, пока делится. Вот мне то же самое, кажется, происходит и с талантом. То есть, пока ты отдаешь свое творчество вот в этом чистом, первозданном виде людям, как Прометей огонь несешь, тогда оно в тебе снова возревает, снова тебя наполняет, и ты можешь идти дальше. Но, с другой стороны, вот то, с чего я начала, что если человек деградирует как личность, то в нем не могут рождаться большие смыслы. Он не может созидать нечто такое, что будет производить какой-то невероятный эффект на аудиторию или на какого-то отдельного человека. Поэтому мне кажется, что для талантливого человека очень важно сохранять внутреннюю гигиену, сохранять чистоплотность и ни в коем случае, скажем так, избегать непристойных предложений. Потому что вот этот микрошаг через вот эту вот линию, он, как правило, бывает фатальным для великого художника. Так вот, я бы не стала браться ни за какое кино, потому что я считаю, что режиссер – это все-таки человек, который готов посвятить своему проекту огромный кусок времени. И он должен в него углубиться, он должен в нем жить, он должен в нем раствориться. Я не такой человек. Я абсолютный продюсер, менеджер по своему устройству. Мне нравится делать разное одновременно. Мне нравится, скажем так, засеивать поле зернами и даже не ждать, когда они дадут плоды, а просто бежать в другую сторону и уже развивать что-то другое. Ну, собственно, вот в такой динамике вся моя жизнь и проходит, потому что вот эта вот моя многофункциональность, многозадачность и какое-то невероятное количество разных сфер деятельности и, соответственно, разных интересов, потому что я никогда не занимаюсь тем, что мне неинтересно. Оно, ну, скажем, и сделало меня человеком, который, в принципе, может спокойно обойтись без одного или спокойно заменить одно другим. То есть у меня, по сути, нет никакой привязанности ни к одному из проектов, которыми я занималась. Я легко отпускаю все, потому что я знаю, что вот это вот я отпустила, а здесь уже зреет что-то новое, и вот сейчас еще чуть-чуть, и я это захвачу. Вот поэтому для меня жизнь – это постоянный поиск каких-то новых идей, новых интересов. Не люблю засиживаться на одном месте, и все всегда смеются, что если кому-то удалось удержать мое внимание хотя бы там на пару-тройку лет, это уже большое достижение, потому что, как правило, у меня, ну, синдром рассеянного внимания, мне можно так сказать. Вот, поэтому, нет, кино бы я не хотела сама снимать, для этого есть прекрасные талантливые режиссеры, которых можно нанять на проект, они сделают за тебя всю работу, а ты просто, ну, как бы получишь финальные продукты, а ты, как продюсер, должен просто найти на это деньги и помочь в реализации. Значит, в каких странах и в каких городах предпочли бы жить в эмиграции, почему именно там? Вы знаете, я вообще не предпочитаю эмиграцию, никогда бы ее не выбрала, но, к сожалению, жизнь нас в определенные моменты жизни, простите за тавтологию, вообще не спрашивает. Ну, просто происходят события, которые вынуждают тебя к принятию тех или иных решений. Я точно абсолютно европейский человек, я хочу жить в Европе, мне здесь очень нравится, и, в принципе, я человек абсолютно европейских ценностей, и по своей там сути я скорее такой, ну, я не то чтобы демократ, но мне точно ближе демократические ценности, как бы, и так далее. Поэтому мне очень нравится жить в Европе, мне нравится жить в тех странах, где все дышит искусством, где есть много интересных мест, куда можно пойти, провести время, немножечко, там, я не знаю, расширить свой кругозор и так далее. Поэтому, если говорить про иммиграцию, то я предпочитаю Европу, у меня есть вариант уехать жить в Америку, но я думаю, что это возможно только в рамках, там, какого-то, ну, там, не знаю, небольшого временного отрезка, просто для того, чтобы попробовать, опять же, что-то новое. Вот. Значит, следующий вопрос. Предназначены ли любимые нам судьбой? Да, я, во-первых, верю в судьбу, мы вообще, ну, я выросла в мусульманской семье, несмотря на то, что мы не то чтобы, там, у меня семья очень религиозная, но, там, дедушка, например, намаз читал, вот, и бабушка у меня очень верующая, и как-то вот эта вот такая мусульманская эстетика, философия, они всегда присутствовали. В нашем доме какое-то уважение к традициям, там, и так далее, вот, и, конечно, в мусульманстве судьба, мактуб, фатум, это все очень-очень важные составляющие этой философии, религии, поэтому, да, мы верим еще в судьбу, я тоже в нее верю, я считаю, что у человека, перед человеком, условно, проложен определенный путь, да, то есть есть некая маршрутная карта, по которой человек пойдет, есть точка А и есть точка Б, но внутри этой маршрутной карты, как, знаете, когда вы вводите в Google Maps какое-то направление, вам дают вариант проезда здесь или проезда здесь, предлагают короче или длиннее, вот, точно так же с жизнью, То есть у тебя есть несколько вариантов пройти эту жизнь, обойти какие-то, может быть, острые углы или, наоборот, на что-то наткнуться, но в итоге ты придешь туда, где ты должен быть. Это сто процентов. И то же самое с людьми, которых мы встречаем в жизни. Я абсолютно уверена, что вот такие знаковые люди, которые появляются и остаются, это точно предназначенцы, это точно те, с кем нас в той или иной степени что-то связывало, возможно, в прежних жизнях. Я знаю, что мусульманская религия, она не поддерживает тезис о возможности прошлых жизней, но мне все-таки кажется, что несмотря на то, что я не верю, вот, ну, то есть я не верю в то, что есть что-то за пределами этой жизни, потому что я знаю, что меня, вот, Нателлы, которую вы сейчас видите, там не будет за той чертой. Но в то, что, возможно, душа уже обезличенная, уже без того, что ее наполняло вот в этой мирской реальности, она все равно может продолжить свой путь. Просто это уже буду не я, поэтому для меня, как для человека, конечно, там все закончится. Но, может быть, для вот этой вот сущности, может быть, есть некий путь, есть какое-то продолжение. Вот, поэтому мне кажется, что какие-то все-таки люди, которые приходят в эту жизнь, чтобы нас провести через определенные ее этапы, мы всегда каким-то образом друг другу даем что-то. И мы, конечно же, друг друга трансформируем, потому что, мне кажется, у каждого из нас есть вот эта задача. То есть если мы встретились на жизненном пути, да, если вот из миллионов людей на планете, из, там, я не знаю, тысяч стран и городов мы в каком-то, на каком-то отрезке пути пересеклись, это, конечно, очень ответственно. И мы должны сделать все, чтобы время, которое мы подарим друг другу, самое ценное, что у нас есть, чтобы оно было полезно для нас обоих. Это очень важно. Мне вообще кажется, что нужно стараться к людям, которые для тебя важны, вот, ну, относиться максимально, максимально бережно, потому что, ну, в этой жизни все настолько неповторимо, и все настолько уникально. И так часто мы совершаем поступки по отношению к другим, о которых потом сожалеем, и у нас уже нет возможности их исправить. Поэтому, конечно, лучше вот понимать, что если этот человек пришел, он пришел с какой-то миссией, он пришел с какой-то задачей. Я должен эту миссию прочитать, я должен эту задачу увидеть, разглядеть, и, конечно же, я должен понять, для чего я нужен этому человеку, и дать ему все лучшее, что есть во мне. И когда вы обменяетесь друг с другом, возможно, вы разойдетесь в разные стороны, но, по крайней мере, вы выполните свою задачу. И у вас, скажем, еще один гештальт, который, возможно, мог бы каким-то образом сказаться на вашей жизни, он будет разрешен благополучно. Так, скажите, как вам кажется, ну, это такой очень комплементарный вопрос, я его, конечно, озвучу, но он очень комплементарный. Скажите, пожалуйста, за что вам кажется, вас любят люди, почему им важно ваше мнение и так далее. Друзья, ну, во-первых, меня с самого детства либо любят, либо ненавидят. Это вот с самого детства. У меня даже была учительница в школе по биологии, которая исправила мне пятерку на тройку, только чтобы в конце четверти поставить мне четверку. Так сильно я ей не нравилась. Моя мама потом пришла, был, значит, какой-то комитет там и так далее, и, в общем, это все долго обсуждалось. В итоге учительница признала, что она это сделала. Я помню, у нее было очень много слез, она извинялась там и так далее. Вот, но она просто сказала, что, значит, я себя вызывающе вела на уроках, и поэтому, ну, а вызывающе в то время, это просто если ты там, я не знаю, чуть выделяешься на фоне остальных, и там, условно, чуть больше привлекаешь к себе внимание, это уже было вызывающе. Вот, поэтому я привыкла к тому, что я либо очень нравлюсь людям, и меня люди действительно обожают, и у меня поэтому никогда не было проблем с друзьями, у меня куча всегда друзей, всегда гораздо больше людей, которые хотели бы со мной пообщаться, чем я могу дать. Или люди, которые меня люто ненавидят, которых я бешу, раздражаю, не нравлюсь, они думают, что я там какая-то выскочка, и вообще там, ну, как бы, знаете, там очень много там всегда там разговоров, типа вот, типа там, начинают что-то про папу вспоминать и так далее, я уже миллион раз объясняла, что, как бы, это мой папа и я, это, как бы, абсолютно самостоятельные единицы, и, как бы, я уже достаточно взрослая девочка, которая с 25 лет работает, и, как бы, абсолютно независимая, и, да, конечно, мне очень повезло, у меня прекрасный папа, которого я обожаю, боготворю и так далее, это абсолютно состоятельный человек, и я кайфую, что у меня есть такой отец, что у меня есть такая стена, но это не значит, что я возможностями своего отца хотя бы раз в жизни вот так вот пользовалась, я могу, конечно, папу попросить, если мне нужна помощь там в быту, в каких-то личных вопросах семейных там и так далее, потому что у нас большая семья там и все такое, но я никогда не использую ресурс отца для того, чтобы добиться каких-то своих целей, никогда у меня такого не было, и поэтому я развивалась так как независимый человек, ну, люди же любят эту богатенькую там девочку, вот эти все дела, ну, короче, это все не имеет никакого значения, просто я всегда знала, что есть категория людей, которым я нравлюсь, есть категория людей, которым я очень не нравлюсь, и это нормально, я не котенок, я не там щеночек, не мальтипушка, чтобы нравиться всем, это как бы нормальная история, поэтому спасибо вам огромное, что вам кажется, что, значит, я людям нравлюсь, я вас за это очень сильно благодарю, вот, но это не так, вынуждена вас расстроить, вот, значит, дальше, как вам новый трех Светланы Ментор? Вы знаете, я, честно говоря, целиком еще не послушала, я видела кусочек маленький в инсте, премьеру, вот я послушаю этот маленький кусочек, очень стильный трек, сделан отлично, на мой взгляд, очень модненько, похож, скажем так, стилистически на трек, который вот был у Светланы накануне, тоже на украинском языке, господи, дай бог память, вот можешь мне подсказать, как, с погоды, да, 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 вот он стилистически очень, он стилистически очень похож на с погоды, вот, но мне показалось, что это довольно любопытная работа, мне вообще нравится то, что, как бы, Света экспериментирует, ищет новое звучание, ищет новую себя, это очень круто, она, ну, в этом смысле молодец, она всегда в поиске, и вот это очень здорово, знаете, я там, когда вот сталкиваюсь с какой-то критикой, да, людей творческих, я, ну, если только это не пробитые тупицы, такие, как Бонни, там, Шмони, вот это вот все, да, вот этот просто жесть, это отдельно можно поговорить, знаете, если вам интересно, могу рассказать свое мнение об этих инфузориях, вот, но если мы говорим там реально о людях творческих, то я обожаю тех, кто в постоянном поиске, вот люди, которые ищут себя, которые постоянно что-то делают, пусть они ошибаются, пусть они делают что-то неправильно, пусть они идут не в ту сторону, заблуждаются, но они делают, они тратят деньги, и вы же, когда вот, например, артист вам дает продукт, условно, да, выдает вам песню, какой-нибудь лирик-видео, потом какой-нибудь видеоклип, вы вообще понимаете, сколько артист тратит на это денег? Я думаю, что вы не понимаете, а артист тратит на это огромные деньги, и когда артист, условно, раз или там два в месяц выдает вам трек с каким-то еще видео, И вы начинаете его хейтить или говорить там, фу, говно, иди вообще в жопу, ты уже не та. Это, конечно, ужасно все, потому что мне кажется, что любая работа, она, конечно, требует в первую очередь уважения и какого-то анализа. То есть люди часто не способны принимать то, что им непонятно. А вы попробуйте разобраться, вы попробуйте разобраться, почему человек поступил так. У нас еще этот мир черно-белый, вот в то, во что он сегодня превращается, когда действительно мне мои друзья говорят, причем довольно-таки умные друзья, они мне говорят, вот нет, все, оттенков не осталось, все стало черно-белое. Но я с этим не согласна, я не черно-белая, во мне огромная палитра. Я могу сегодня проснуться в одном настроении, у меня сегодня может быть там видение вот такое, завтра такое. Не надо называть это словом переобулось. Во-первых, переобуваемся мы все по ходу жизни. И вообще, если вы там заглянете в мой обувной отсек, то там 50 пар кроссовок как минимум. И да, я люблю носить разные кроссовки, мне нравится себя ощущать по-разному. Поэтому, когда вы на то, что человек изменил свое мнение, начинаете писать, да он переобулся, вот вчера у него было такое мнение. Так это нормально, все люди меняются, мы все имеем право на заблуждение, на ошибки, на то, что вчера я думала так, а сегодня я проанализировала и думаю так. Например, моя дочка София, вы ее наверняка знаете, она у меня девочка очень умная, у нее действительно такой очень нетривиальный подход. Она всегда со мной на контрапункте, у нее никогда не бывает такого, что она со мной во всем согласна. Мы во многом с ней можем быть согласны, но есть какие-то такие вещи, где она, ну, там, скажем, остро-радикальная. Да, и я не всегда с этим согласна, но я понимаю, что каждый человек, он в определенный период своей жизни видит мир определенным образом. И вполне возможно, что когда ей будет не 20, а 25, она придет и скажет мне, мамочка, я заблуждалась, как я неоднократно говорила своей маме или там своим друзьям и так далее. Поэтому, мне кажется, если мы все будем развивать понимание, вот просто там типа, мне не нравится его точка зрения, но я понимаю его, я понимаю, что может быть у него есть для нее основания. Вот это, мне кажется, ну вот очень бы нам всем помогло. Так, да, значит, говорят, что нас не убивает, делает сильнее. Вы тоже так считаете? Есть люди, которые не могут оправиться от очередных потрясений. Есть такая фраза, по-моему, не помню, в песне, как эта группа называлась, не помню, сейчас не вспомню, но она, по-моему, появилась. Вот, вот, what kills me makes me feel alive, да, по-моему, так эта фраза звучит. Everything that kills me, yes, да-да-да, everything that kills me makes me feel alive. Вот, да, все, что меня убивает, позволяет мне быть живым. Вот, мне кажется, да, что в этом есть определенный смысл, потому что, ну, скажем так, я человек сильный, я понимаю, что вокруг меня очень много слабых людей, у которых нет такого подспорья, нет такой семьи, как у меня, нет такого, потому что моя семья, моя сила. И я просто стою ногами на земле очень плотно, потому что у меня есть такой тыл. Моя мама, которую я боготворю и обожаю, моя сестра, которую я обожаю, мои племяшки, мой отец, моя дочка замечательная, у меня есть мои друзья, которые тоже являются моим подспорьем. Когда ты не одинок в этом мире, тебе проще переживать любые, ну, любые невзгоды, любые какие-то неприятности, которые с тобой происходят. Потому что, хотя я уже говорила, что в самые такие острые моменты жизни ты все равно остаешься один. Вот, кто бы тебя ни окружал, но твое одиночество настолько глубокое, что ты все равно, вот, пока ты не вылезешь из этой ямы сам, никто тебя не спасет. Так вот, действительно, все негативные события, которые происходят с нами в жизни, какими бы чудовищными они ни были. Я сейчас, мне очень сложно говорить, я врать никогда не буду, я не могу оценивать потерю близких, потому что это тот уровень трагедии, который может поломать даже самого сильного человека. И мне повезло, что я еще не сталкивалась, вот, кроме бабушки, я еще не сталкивалась с такими потерями, и поэтому я не могу об этом рассуждать. И я желаю нам всем всегда, чтобы наши близкие оставались рядом с нами, и чтобы все как-то было, вот, все, хотя бы в этом смысле проще, чтобы все были здоровы, чтобы не было никаких вот этих дурных болезней и так далее. Я знаю, что есть вещи, которые могут поломать. Но в целом, вот, все, что касается каких-то бытовых проблем, которые, условно, можно решить, то есть, условно, если ты можешь решить проблему за деньги, под деньгами я подразумеваю какие-то материальные вещи, да, вот это все решаемо. И вот, поверьте, нет ситуации, которая бы, из которой невозможно было бы вылезти. Я вот на собственном примере могу сказать, когда я в 22-м году покинула свой дом, оставила все, что я любила, оставила все свои проекты, оставила очень многих своих друзей, и в одну секунду, отказавшись от всего, потеряла свое прошлое, а мне уже было 40 лет, поверьте, это было очень сложно. И в какие-то моменты жизни я думала, что я просто умру. И мне понадобилось 9 месяцев, ровно 9 месяцев. Вот представьте себе, это ровно столько, сколько женщина вынашивает ребенка. Мне понадобилось 9 месяцев для того, чтобы понять, что я справилась, что уже больше никогда мне не будет так плохо, и что я смогу пойти дальше. Первые 6 месяцев тотальных слез, ежедневных, ежевечерних, ежевечерних, и еще 3 месяца на попытку понять себя в новой реальности. И это произошло. И сегодня у меня нет ни тоски по прошлому, ни желания в это прошлое вернуться, ни желания с этим прошлым соприкасаться, ни какой-то ностальгии по тому, что я сделала или не сделала. Мне абсолютно все равно. Я живу вот здесь и сейчас, я абсолютно счастлива, у меня есть все, о чем можно мечтать. Да, у меня есть еще несколько, скажем так, нереализованных моих идей. Есть какие-то вещи, которые, скажем, меня тревожат. Я, конечно, нахожусь в постоянном поиске результативных решений в ежедневном формате, но меня не сломали. Те, кто хотели, думали, что сломали. Но нифига, ничего подобного. Невозможно сломать человека, в котором очень крепкий позвоночник. Ну, поэтому никакими вот такими материальными историями не сломать. Просто, знаете, вот когда вам очень плохо, вот такой совет, на самом деле, такой лайфхак. Когда вам очень плохо, вот просто не бойтесь этого. Вот пусть эта тьма в вас зайдет целиком, пусть она вас поглотит, вот пусть она вас сожрет, пусть она станет частью вас. Как только вы эту тьму примете, она начнет отступать. Потому что первый шаг к победе над негативом, да, это абсолютное принятие. То есть вот тьма не любит, когда она становится чем-то обыденным. Ей это не нравится. Она любит вас пугать. А в тот момент, когда она перестает вас пугать, она становится слабой. Так что просто дайте себе возможность. Если вам плохо, вот просто рыдайте. Я рыдала шесть месяцев, я вам говорю. Просто рыдайте, плачьте, оплакивайте себя и свою судьбу. А потом вставайте, идите и делайте. И вот поверьте, вы просто станете другим человеком. Так, дальше вопросы. Есть ли у меня вредные привычки? Друзья, ну, конечно, ну, вы посмотрите на меня. Я одна сплошная вредная привычка. У меня их, знаете, какое количество? Но я на самом деле себя все-таки контролирую. Все-таки мне уже сорок в этом году два года. Не побоюсь этой ужасной цифры. Ой, господи. Но на самом деле, да, у меня есть немножко вредных привычек, но я их не боюсь. Я с ними дружу, как бы я, там, знаю, скажем, свои нормативчики. Я сама их для себя обозначила. Я никогда ничем не злоупотребляю. При том, что я такой человек вообще безбашенный, очень эмоциональный, страстный и так далее. Но я очень четко понимаю, что вот эта доза вреда может быть мне сегодня позволена и доступна. Но вот уже вот такое ее количество нет. Так. Ваша любимая русская актриса? Алиса Фрейнлих. Безусловно. One and only. Так. Смотрите, друзья, вот много вопросов про свету мне задают, да. Давайте я попробую объяснить, ответить на этот вопрос как-то так, чтобы вот всем было понятно. Смотрите, мы со Светланой прошли путь в 12 лет. Это было путешествие на американских горках. Это было ярко, эмоционально, очень интересно, живо. Мы обе в этом путешествии развивались. Я и она. Каждая из нас дала другой огромный потенциал. Профессиональный, энергетический и так далее. Это, кстати, к вопросу о том, о чем мы говорили с вами до этого, да. Что каждый человек приходит в нашу жизнь для того, чтобы что-то нам дать и, соответственно, что-то у нас взять. И если вы оба это поняли, если вы поняли, для чего вы встретились, мы со Светланой сразу поняли, для чего мы встретились. И мы на этом пути были друг с другом максимально честны. Мы прошли этот путь. В какой-то момент каждая из нас начала понимать, что в этих рамках, в этом формате отношений нам становится тесно. Каждый, ну, рано или поздно ты вырастаешь из собственных штанишек, понимаете, и заканчивается, скажем, то есть энергозатратность друг на друга, она начинает уменьшаться. Вам уже так много друг от друга не надо. И вы потихонечку начинаете отдаляться. Этот процесс был долгим, местами очень болезненным, потому что, конечно, люди, которых так много объединяет эмоционально, творческие и так далее, они не могут просто взять и уйти. Тем более мы со Светланой были друзьями, очень близкими людьми. Но в какой-то момент это достигает какой-то пиковой точки. В нашем случае это была моя история с Филиппом Киркоровым. Я, кстати, сейчас вспоминая эту историю, мне она на самом деле кажется дико забавной, потому что такой вот яркий скандальчик был в шоу-бизнесе. Я не жалею вообще ни об одном своем слове, сказанном Киркорову, вообще ни об одном, потому что, в принципе, его поступки, его поведение сегодня вообще доказывают, что он морально деградирует уже на протяжении многих лет. Поэтому все, что я ему сказала тогда, это было абсолютной правдой, и я вообще ни о чем не жалею. Но в тот момент я просто поняла, что я не могу быть достаточно свободной в своих высказываниях и не влиять на жизнь другого человека. И, по всей видимости, в тот момент Светлана подумала так же и подумала, что она не хочет ассоциироваться с тем, что я говорю. А я уже была достаточно, ну, как бы, ну, я не могу сказать крупной творческой единицей, но, как бы, я была заметна на общем фоне. И поэтому та история с Киркоровым, она, собственно, стала, ну, скажем, не финалом, не точкой, но таким мы, как бы, разошлись друг с другом по работе. Мы еще какое-то время поддерживали, скажем, творческий контакт в плане, там, консультаций моих, в плане, там, какого-то, не знаю, может быть, каких-то адвайзерских, знаете, таких функций, когда ты просто рекомендуешь человеку что-то сделать или, там, мои, скажем, связи каким-то образом могли помочь, или я могла найти какого-то человека, привезти, да, в команду Светлане. Ну, собственно, то, чем я занималась всю свою жизнь. Вот, но впоследствии просто мы поняли, что, как бы, нам дальше идти незачем, даже в таком формате, даже в формате вот. Потому что, понимаете, я человек, который должен быть настолько увлеченный, поглощен тем, чем он занимается, чтобы на это работать, чтобы в это вкладывать энергию. И Светлана ровно такой же человек. И поэтому наши просто с ней приоритеты, они поменялись. Мои приоритеты с ее приоритетами перестали совпадать. Поэтому мы благополучно попрощались. И я думаю, что у нас нет друг к другу никаких претензий. Я всегда буду благодарна Светлане за этот прекрасный путь, который мы прошли вместе. Он был фантастический, он был феерический. Мы действительно сделали то, что, по сути, не удавалось никому. Ну, и вообще, я считаю, что мы задрали стандарты шоу-бизнеса на таких высот, которые сегодня никто не может преодолеть. Более того, до сих пор все пародируют то, что мы делали. Посмотрите на карикатуру, на Аню Асти. У меня это словосочетание вызывает сразу припадок. Человек просто взял все, что мы делали, и просто вплоть до Димы Лорена. Я всегда говорю, вплоть до автора, который писал для Светланы. Поэтому, дай бог здоровья, Аня Асти, я вообще не против. Но просто она карикатура ходячая, понимаете? То есть это лобода на минималках или лобода для бедных. У меня два варианта есть, как я это называю. Поэтому, друзья, хочу вам сказать, что все хорошо. У Светланы все в порядке. Я искренне хочу, чтобы она развивалась. Я в этого артиста очень верю. Я знаю, что у нее все будет хорошо. Потому что она действительно человек неординарных творческих способностей. И я всегда буду желать ей успеха. И совершенно не важно, что мы сегодня не вместе. Но у нас был классный путь, и мы за него должны быть друг другу очень благодарны. Я надеюсь, что Светлана думает ровно так же. Так, секундочку. Хотели бы вы снять фильм или написать книгу об отце? Да, это классный вопрос. Ребята, спасибо. Я даже там, может быть, какой-то бы отправила подарок за этот вопрос. Потому что кто-то прям вник в мои мысли. Да, мой отец феноменальный человек. Его история действительно заслуживает экранизации. Это вам такое слово пацана было бы, чтобы вы просто офигели. Вот это было бы слово пацана. А не вот это вот все, вот эти вот мальчики бегающие, непонятные, с этими детскими лицами. Да, мой папа прошел уникальный путь. И я думаю о том, чтобы, возможно, однажды написать вот именно историю жизни моего отца. Потому что она абсолютно уникальна. И да, мне, конечно, хотелось бы поделиться какими-то историями из его жизни. Потому что они фантастические. Вы знаете, мой папа, он человек действительно каких-то мистических способностей. Он умеет предсказывать, он умеет предвидеть. И главное, что у него огромное сердце. И вот это огромное сердце, в котором помещается так много людей, он, например, до сих пор может помогать людям, с которыми он, когда пацаном был, работал у них там, например, в какой-то компании, он до сих пор может содержать этих людей, которым мы когда-то протянули руку помощи. У него принцип, что жизнь, земля круглая, и все возвращается. Что нельзя думать, что если ты в этой точке кого-то обидел, то через вот эту вот одну спираль к тебе все не вернется. Ну, поэтому, да, и у папы дико интересная история. И у папы была семейная трагедия, потому что папин старший брат был жестоко убит. И у меня очень интересная бабушка. Я бы с удовольствием рассказала ее историю тоже. Поэтому я об этом думаю. Я думаю, что рано или поздно, когда у меня появится чуть-чуть больше времени, когда я смогу вот еще глубже уйти. Я сейчас, кстати, так делаю. Я когда приезжаю в Киев к маме, к папе и так далее, я всегда иду к бабушке. Ну, понятное дело, я и так всегда к ней хожу, вот, когда я в Киеве. Но сейчас, когда я приезжаю, я вот особенно, я прям прихожу и говорю, так, а я бабушку называю няняшка. У нас на азербайджанском языке няня – это бабушка. И я говорю, нянь, ну давай, а ну расскажи мне вот эту историю, вот как было там в 1953 году. И она начинает, ну понятно, моя няняшка любит Сталина и все такое, это надо отдельная история, вот. Они вообще люди того времени, конечно, уникальные. Вот, она говорит, это был, всех держал вот так, не то, что сейчас. Вот, поэтому, знаете, это, конечно, ну, я обожаю с ней разговаривать, она мне рассказывает кучу всего интересного. И да, может быть, рано или поздно я это сделаю. Так, значит, сейчас, секундочку. Расскажите о первой встрече с Аллой Пугачевой. Ой, господи, как же я люблю Аллу Борисовну, если бы вы только знали. Вот реально, просто очень ее люблю. И вот вы знаете, я вот рассказывала в одной из своих программ, что действительно рядом с ней всегда испытываешь такой легкий трепет, чуть-чуть вот такую вот какую-то неловкость, чуть-чуть сжимаешься, становишься ребенком. Ну, вы знаете, это не мешает абсолютной искренности вот в общении с ней. То есть я клянусь, я ни разу не пыталась ничего придумать. То есть когда там я встречаюсь с Аллой Борисовной, я не пытаюсь ничего из себя изображать. Я просто вот такой, ну, такая, какая я вот есть со своими друзьями. И первая встреча у нас была действительно очень классная. Мы были на дне рождения. Я не помню, то ли это был день рождения. Да, по-моему, это был день рождения детей Аллы Борисовны и Макса Галкина. Или, да, по-моему, это был день рождения детей. Мы туда приехали, и я вышла на балкон. И сидела Алла Борисовна. И я так к ней присела, и мы вдруг заговорили. Это была моя первая вот такая живая встреча с Аллой Борисовной. И мы заговорили с ней. И вдруг этот разговор приобрел такие личные очень интонации. И как-то мне даже стало в какой-то момент неловко, что вот мы как-то так очень лично общаемся друг с другом. А потом я говорю просто вот так вот, ну, просто так я это сказала. Я говорю, Алла Борисовна, у меня завтра премьера фильма моего первого. Я говорю, я знаю, что вы не придете, но я вас приглашаю. И она говорит, а что это я не приду? Я приду. Ну, и когда на следующий день Алла Борисовна появилась в Гоголь-центре, это был просто дурдом. Ну, то есть, she stole the show, знаете? То есть, у нее она украла просто шоу, потому что, ну, конечно, все как ненормальные бросились снимать Аллу Борисовну. Все забыли про то, что премьера кислоты. У нас еще, как назло, завис экран. И, короче, два часа его не могли починить. В общем, все толпились, я помню, в одной общей гримерке. Вот, ну, на самом деле, конечно, такие встречи не забываем. И вот после этого мы как-то... Ну, мы на самом деле очень дружим с Максом, и очень много времени с ним общаемся, там, по телефону встречаемся, когда есть возможность в городах, в которых пересекаемся. Вот, но я обожаю Аллу Борисовну. И мне так жаль, что... Мне очень жаль, вот что я могу сказать. Еще я хочу, чтобы музыка Аллы Борисовны, конечно, звучала сегодня как можно чаще, потому что она великий музыкант, она абсолютно великая артистка, она абсолютно великая актриса. И вот я сказала сейчас про Алису Фрейнлих, да, про мою любимую актрису, но Алла Борисовна не хуже. У Аллы Борисовны такой диапазон, что там просто бросайся и падай, и, в общем, лети в пропасть. Так, дальше что у нас? Значит, интересный вопрос отношения к Собчак. Друзья, смотрите, вообще всегда очень сложно говорить о своем отношении к кому бы то ни было и с тех, с кем ты лично знаком, и у тебя есть личная история. Я знаю, как относится Ксения в обществе сегодня, да, причем со всех сторон абсолютно. И там ее не любят, и тут ее не любят, и так далее. У меня с Ксенией был всегда очень приятный опыт общения, и, скажем так, я никогда не сталкивалась с ее какими-то негативными проявлениями, но история, которая произошла с ее сотрудниками, с Кириллом Сухановым, с Рианом Романовским, и, если я не ошибаюсь, Тамерлан, не помню его фамилию, Бегаев, по-моему, да, я его просто не знаю, я очень хорошо знаю Ариана Романовского, очень хорошо знаю Кирилла Суханова. Она в моей голове не укладывается. Я считаю, что, ну, жить с таким, зная, что твои ребята сидят в тюрьме, и делать вид, что это норма, ну, как бы, этого я не разделяю. Но, опять же, у каждого свои обстоятельства, поэтому лично мне Собчак не сделала ничего плохого в этой жизни. Она профессиональный журналист, она создала, действительно, огромную медиа-структуру, вот, она очень трудоспособная, и, как бы, у меня с ней нет никаких личных взаимоотношений сегодня, вот, по объективным причинам. Но при этом ничего, как бы, плохого я об этом человеке говорить не могу, потому что просто никогда с этой стороны с ней не сталкивалась. Но ситуацию с парнями я вам озвучила. Я думаю, что это серьёзный вызов для её совести, для её чести. Так. Сейчас, секундочку. Сейчас, секундочку. У меня тут ещё были вопросы. Давайте, ребят, смотрите, вопросы пока вот я, те, которые я вижу, они, как бы, ну, мне не очень интересны, они такие, я уже на многие из них ответила, поэтому давайте я просто расскажу, например, вам о том, что я вчера посмотрела фильм «Мастера Маргарита». Мне добрые люди прислали закрытую ссылочку и дали возможность посмотреть это кино, о котором сегодня тоже очень многие говорят. Значит, я слышала такие восторженные отзывы, причём от, опять же, кинокритиков, например, от Антона Долина. Он, конечно, любит вот это вот восхищаться любым произведением подобным, вот. Он вообще такой кинокритик, который всё хвалит. Вот он уникальный, в смысле, человек. Я думаю, что он критикует тогда. Вот, но я думаю, дай-ка я посмотрю это кино, потому что всё-таки я люблю... Булгаков тоже, он, конечно, фигура была противоречивая. Я вот знаю, что вчера в Киеве переименовали улицу, по-моему, да, Маргару улицу переименовали или библиотеку. Что-то вчера в Киеве переименовали. Но, опять же, я, как бы, вот эти вот все переименования не особо поддерживаю, потому что я считаю, что это, как бы, ну, можно, конечно, бороться с памятниками, но просто смысл какой-то, как бы, ну, на мой взгляд, неэффективный. Но Булгаков действительно был очень противоречивой личностью, такой типичный монархист, типичный просто антисемит, ненавидел украинцев, ненавидел украинское государство. И это, конечно, очень любил Сталина, считал, что у него со Сталином мистическая связь. И, собственно, как считает Дима Быков, он написал «Мастера и Маргариту» исключительно для одного человека, для Сталина. Вот, потому что Булгаков прекрасно понимал, что это произведение не будет опубликовано в Советском Союзе. Никогда. Вот, ну, оно потом было, естественно, опубликовано, но тем не менее. Значит, произведение «Мастера и Маргарита» – это для меня, как сказать, у меня есть несколько произведений классиков, да, например, Анна Каренина, «Мастера и Маргарита», «Братья Карамазовы», которые я могу просто там раз в там несколько лет перечитать. Вот, тоже просто люблю. И когда я, собственно, ждала этот фильм Миши Лакшина, я ждала, конечно, чего-то грандиозного именно в смысловом исполнении, потому что то, что Миша умеет снимать масштабно, красиво, дорого, ну, учитывая то, что бюджет фильма – миллиард двести рублей на секундочку, таких бюджетов, в принципе, практически ни у кого нет. Вот. И, значит, я была уверена, что это будет эпохально с точки зрения визуала, но я ждала смысловой какой-то интересной интерпретации. Но при этом для меня всё настолько было, ну, как сказать, рвано, настолько как-то поверхностно, и при этом, вот, например, там известные булгаковские фразы, а-ля там «Рукописи не горят» или «Всех испортил квартирный вопрос» произносились внутри фильма с таким пафосом, что как будто, знаете, вот здесь сейчас пауза, надо вот здесь вот эту фразу произнести и поставить восклицательный знак, чтобы вы, не дай бог, не подумали, что вы смотрите что-то другое, а не «Мастера и Маргарита». Да, в общем, мне, короче, картина не понравилась. Во-первых, первая часть, там, типа, час двадцать, просто затянуто, вообще ничего не происходит. У булгакова как? Ты берёшь, открываешь книжку, и тебя просто, как Алиса в кроличью нору, фух, погрузился и не можешь оттуда уже вылезти. Читаешь, читаешь, читай. В фильме ты час двадцать не понимаешь, что происходит, кто все эти люди. А юмора ноль. Вот просто весь булгаковский юмор взяли и уничтожили. Просто отвратительные вот эти коровьи, фазозелла. Про кота я вообще молчу. Зачем туда Юру Борисову взяли на озвучку? Я вообще не поняла. То есть там, по-моему, кот вообще ничего не произносит. Вот. И, короче, это всё настолько странно. Единственные, кто мне очень понравились в этом фильме, это Цыганов и Снегинь. Ой, они такие классные в этом фильме вообще. Такая красивая пара, конечно, потрясающая. И есть в них и химия. И верю я в то, что она Маргарита. И верю я в то, что он мастер. Вот. Мне было очень жаль, что такую офигенно тонкую историю про Фриду, которая задушила ребёнка платочком, и когда ей каждый день приносят этот платочек на тумбочку, и она просит Маргариту, помоги мне, попроси, чтобы перестали приносить платочек. Они просто взяли эту сцену, скомкали. А ведь это, ну, те, кто знают, как бы жизнь Булгакова, он же очень много рефлексировал. Ну, как бы это как бы не очевидно, мы не можем знать наверняка, но тем не менее говорят, что он много рефлексировал на тему тех абортов, которые его жена сделала. И один из абортов он делал сам, будучи подморфием. Ну, вообще, конечно, парень был очень интересный. Вот. Поэтому у меня вот эта история, например, с Фридой, когда я читала, я вот всегда, ну, у меня всегда вот такой трепет это взвал, потому что это действительно такая вот, ну, какая-то мифологическая история внутри этого романа. Вот. Ну, в общем, я не в восторге от картины, хотя, конечно, сборы говорят об обратном, что людям фильм нравится, и многие мои друзья звонили мне, говорили о том, что им картина нравится. Так, что у нас еще есть? Сколько мы уже в эфире? Скажите, пожалуйста. Как стать увереннее в себе? Как стать увереннее в себе? Ну, смотрите, для того, чтобы у вас появилась уверенность в себе, вам нужно начать в чем-то очень глубоко разбираться. Уверенность, она появляется только в тот момент, когда вы понимаете, что вот я знаю про это лучше, чем другие. Это если мы говорим про профессиональную уверенность. Если мы говорим вообще про уверенность в быту, то это такая тонкая история, потому что вот моя дочка, например, всегда смеется надо мной и говорит, что у меня, что я человек с самым высоким самомнением, что я считаю себя просто каким-то нереальным человеком, но это не так, у меня куча там каких-то своих комплексов и так далее, просто я не считаю, что нужно выпячивать в себе, в самом себе слабые стороны. Нужно искать в себе сильные стороны и их развивать. Например, я с самого детства знала, что я самая умная в классе, по одной простой причине, потому что я читаю больше всех. Ага, значит, книжки делают меня лучше других. Круто, значит, я буду много читать. То же самое вот там в профессии. Ты начинаешь делать какие-то шаги, да, и ты понимаешь, что ты разбираешься в этом лучше остальных, что у тебя все круче, что у тебя все интереснее. Все, ты начинаешь себя чувствовать уверенно, ты профессионал. И так во всем. Найдите в себе ростки каких-то хороших, классных качеств, каких-то там талантов. Иногда талант не очевиден, иногда талант где-то глубоко прячется, нужно помочь ему раскрыться. И таким образом просто вот бейте в эту точку, пока не станете абсолютно уверены в том, что вы в этом лучший. Просто мне кажется, что уверенность в себе, она достигается только вот упорным каким-то трудом над собой, упорной работой. Какая миссия у вашего канала? Ну, смотрите, я вообще против таких слов, как миссия и так далее, это же не Иисус Христос. Вот, но если мы говорим про задачи, да, про, там, скажем, про сверхзадачи, про какую-то концепцию, то, конечно, хочется делать такой инфотеймент, хочется делать такой развлекательный канал, но при этом с какими-то интересными фактами, с какими-то интересными, скажем, ну, лекциями, да, о том или ином факторе, о том или ином событии. Вот, например, следующий эфир, который у нас выйдет в субботу, он будет открывающим для нашего двухсерийного блока про cancel culture. Мы очень многое расскажем об этом феномене, о его истоках вообще, как он зародился и так далее. И мне кажется, что он форматно будет несколько отличаться от того, что у нас было в прошлые разы, то есть в нем будет больше информации. Вот, поэтому мне кажется, что у нас одна задача – развлекать людей и давать им какую-то пищу для размышлений. Вот, собственно, все задачи. Даете ли вы людям второй шанс? Всегда. Только если человек не совершил подлость. Вот, понимаете, как вот, например, попытаться определить для себя проступок или уже преступление? Очень просто. Делал ли это человек осознанно? Пытался ли он этим вас уязвить, причинить вам боль, предать вас? Или он просто ошибся? Вот если, например, человек допустил ошибку, и она, скажем, была неосознанная, или он не до конца понимал ее последствия, то да, конечно, можно дать второй шанс. А если человек, ты понимаешь, что он заведомо все понимал и пошел на это, то есть он тебя предал, конечно, никакого второго шанса, потому что в таких глобальных вещах люди не меняются. Вот, так, отношения с Дианой Арбениной. Ну, Диана Арбенина – мой многолетний друг, мы очень много лет общаемся, дружим, там, поддерживаем отношения и так далее, вот, очень большой артист, к которому я отношусь с огромным уважением, вот, и считаю, что она очень много сделала для музыки, и, собственно, ну, то количество песен, которые она написала, и то количество, скажем, эмоций, которые люди проживают на ее концертах, ну, это очень круто, это очень достойно. Я вообще говорю, что если вы хотите узнать, что за артист Диана Арбенина, просто один раз сходите на ее концерты, на этом все. Верное ли первое впечатление о человеке? Не всегда, не всегда. Иногда оно может быть верным, но очень верно ваше вот это вот ощущение на нюх, знаете, вот не бойтесь в себе выпячивать вот эти животные инстинкты, потому что вот сколько раз я обращала внимание на то, что мое тело говорит мне не делать, а я беру и делаю, и в итоге все происходит плохо. Слушайте свое тело, слушайте, определяйте человека по запаху, попытайтесь вынюхать в нем сразу же, ваш он или нет. Но, конечно, ситуации в жизни бывают разные, иногда человек может произвести поразительное первое впечатление, ты можешь быть в восторге, а потом чуть ближе присмотришься и понимаешь, что все это просто фантик дешевый. Вот, значит, что у нас есть еще, ребята, из вопросов? Я такого ничего на самом деле суперинтересного не вижу. Какие качества в работе цените? Ну, приоритет, конечно, это верность делу, то есть человек должен быть погружен в процесс максимально. Если он внутри вот целиком и полностью, если он живет этим, если для него там условно не приоритет деньги, а приоритет результат, и он понимает, что после результата обязательно наступит благодарность, то, конечно, для меня это первостепенно. Ну и, конечно, скорость для меня очень важна. Я ненавижу медленных людей, то есть если человек не совпадает со мной по темпо-ритму, я как бы не смогу с ним работать. Мне нужны люди, очень быстро думающие. Это, кстати, большая редкость. И, конечно, я очень люблю многозадачников, таких же, как я, когда человеку можно доверить и это, и то, и пятое, и десятое. Вот, поэтому, да, я вот такое люблю. Ну, конечно, там, понятно, что хочется, чтобы человек там разбирался в той части, в той сфере деятельности, которой он занимается, потому что иначе, ну, это очень все сложно. Так, вот есть вопрос. Мир движется к опустошению, и все становится хуже, или все-таки надежда есть? Мир движется к отупению. Это я точно знаю. И вот если вы посмотрите, например, знаете, я вот часто думаю, почему вот все эти люди, да, вот вроде я сама как бы провела столько лет в шоу-бизнесе. Вот я думаю, почему все эти люди, вот эти вот абсолютно, абсолютные тупицы, такие как Бонни, там, вот всякие вот эти шмони, какие-то, ну, там, я не знаю, я не хочу вот сильно там кого-то обижать, но даже взять там ту же Седокова и так далее. Ну, взрослая уже баба, она моего возраста, или даже чуть старше, я не знаю. Ну, слушайте, ну, можно же работать над имиджем, можно же как-то углубляться. Почему люди вообще не пытаются что-то менять? Почему они с годами только тупеют? Ну, Боня, ладно, та Ай-Ауаску наелась уже в таком количестве, что она уже из него состоит, поэтому там, ну, как бы сложно как-то на это влиять. Но она в последнее время такие делает вещи, обычно я на этих людей не обращаю даже внимания, но в последнее время, блин, в Телеграме натыкаюсь на такие вещи, что я просто не могу пройти мимо. Ну, как бы, я думаю, ё-моё, ну, это какой-то феномен, знаете, то есть это невозможно обойти стороной. Вот, ну, моя любовь вечно пьяная Ольга Бузова, ну, это же вообще, это же милаха, она же вообще, она уже, блин, в Донбасс поехала и туда поехала, она везде просто, ей, человеку всё равно, она всеядная. Ей сказать на Донбасс ок, на Луну ок, она, в принципе, как бы у неё вот, просто человек развлекается, она коньячку, стопарик дала и погнали, да, у неё вообще, вообще вот, мне кажется, что вот мир движется не к опустошению, а к отупению тотальному, к отсутствию принципов каких-либо, то есть людям похеру, у них вообще там цена слова, она отсутствует. Ну, сейчас бы, наверное, Ксения Бородина поспорила бы со мной, она просто так впечатлилась сериалом «Слово пацанажа», она уже месяца три не может выйти из образа, клянусь, она на распальцовке, на вот этих всех, короче, типа темах, вы чушпаны, я пацан, я на это всё смотрю, думаю, господи, что вообще с миром происходит, потому что, ну, как бы, камон, ребят, все взрослые люди, знаешь, я всем по сороковникам, у меня такое ощущение, что они забывают, сколько им лет, ну, просто для меня, как бы, знаете, вот есть, я всегда, когда была молодой, приходила, у нас в Киеве был такой клуб «Ультра», мне было лет девятнадцать, и я приходила, значит, там, типа потанцевать, всегда насильно с друзьями, потому что никогда ненавидела клубы. И, значит, и там танцевали какие-то чувачки, им было уже лет по сорок пять, они мне тогда казались стариками, естественно, кстати, простите, у меня все сорокалетние, которых я в свои двадцать считала стариками. Так вот, они там танцевали в обтягивающих таких облегающих джинсах, и они там, значит, выдавали вот наравне с нами, значит, девятнадцатилетними. И я все время думала, боже, какие старики, зачем они, что они тут делают, зачем они тут танцуют. И вот сегодня у меня вот некоторые люди вот вызывают такие же вопросы, а почему они так себя ведут? То есть они, как бы, пытаются таким образом омолодиться, или действительно, ну, то есть, вот мне очень нравится эта фраза Жванецкого, сейчас я даже постараюсь вот ее найти, мне она очень нравится, сейчас постараюсь, она, например, в телефоне должна быть. Раньше миром управляли умные, это было жестоко. Умные заставляли тупых учиться, тупым было тяжело. Теперь миром управляют тупые, это честно, потому что тупых гораздо больше. Теперь умные учатся говорить так, чтобы тупым было понятно. Если тупой что-то не понял, это умного проблема. Раньше страдали тупые, теперь страдают умные. Страданий стало меньше, потому что умных становится все меньше. Вот для меня, в принципе, это вот такая вот характеристика нашего сегодняшнего мира. Глобальное нет Грета Тунберг, не потепление, глобальное отупение. И Грета Тунберг, его возглавляет, кстати, этот глобальный процесс отупения, она стоит во главе. В принципе, Бородина может к ней тоже присоединиться, они вот могут возглавить, та будет на распальцовке. Грета Тунберг, причем чушпан, а Бородина пацан. Вот именно такой там этот альянс. И значит, ну вообще, я вам хочу сказать, друзья, вот сколько мы уже сейчас в эфире, 13.26, ну еще там минут 25 побудем. Вообще я вам хочу сказать, что все так смешно. Знаете, вот многие мне говорят, ну что ты вот тебя вот там, ты уже не в шоу-бизнесе, что тебя вот эти все люди волнуют. Слушайте, ну это знаете, как анекдоты ходячие. Ну сейчас время мемов. Раньше нам анекдоты рассказывали, мы смеялись. Сейчас мы видим, они сами себя выкладывают, и они как бы говорят, вот мы вот здесь, посмотрите на нас, и вот я не могу на это не реагировать. Этот сумасшедший джиган, который, причем он был когда-то, наверное, нормальным парнем, я его помню еще, когда он еще был там начинающий артист, Денис, по-моему, его звали там в Одессе, тусил там и так далее. То он разжирел, то он потом вот это публично, значит, азимпиком покололся, значит, похудел. И вот по 50 детей они нарожают. Всех детей, значит, эти вот истории, знаешь, вот эта пародия на Кардашьян, она просто вот, она везде просачивается, понимаете? Но там-то они не понимают, что в Америке это совершенно все по-другому устроено. Там это работает как индустрия, как машина, там запустила, поехала, все. А здесь это выглядит, как какие-то странные потуги. Вот это вот они сядут за руль, например, кубика, им сразу кажется, что у них статус уже такой серьезный, она уже там все, она... Ребят, ну где вы были, когда я на кубиках ездила? В 17 лет. Вы что? Ну это мне просто даже... Вот, ну реально. Я на это все смотрю, конечно, да, и... Короче, все это, ребята, на самом деле довольно грустно. Вот. Вообще все так мельчает. Вот я вам клянусь, говорю, я стала слушать классику. Никогда особо не слушала классику. Причем моя подружка Маша Зайцева, Машуля, привет, если ты меня смотришь, она меня все время тащила, значит, на концерты в консерваторию. Она все время говорит, пойдем послушаем классическую музыку. Или там... Я никогда не слушала классическую музыку, ну там... То есть как бы и времени-то особо не было. Да и, ну как-то, в общем, я закончила когда музыкальную школу, я как-то попрощала со всей этой классикой, потому что, ну, задалбывали нас эти... Играть там по 100 этих произведений, сдавать экзамены. В общем, там папа очень жестко меня, значит, в эту школу гонял. И я, короче, после музыкальной школы совсем не хотела классикой увлекаться. И тут вот я понимаю, что подошло время, когда я начала слушать классику. Я просто еду в машине, включаю там, условно, Брамса, или там Малера, или там, не знаю, того же Битховена, или какой-то вообще сборник, где просто такое там, ну, набрали там каких-то больших классических произведений. И просто еду за рулем и слушаю, потому что меня это успокаивает. А слушать современную музыку я просто уже не могу. Мне вообще ничего не нравится. Все какое-то пресное, однотипное, одни и те же ходы используются. Один и тот же саунд-дизайн. То есть, мне кажется, что вот этот кризис, он наблюдается и в музыке, и в кинематографе. Потому что три дня подряд я не могу найти себе кино, чтобы посмотреть вечером. В итоге я включаю что-то из подборки, из старого. И смотрю. Потому что мне нечего посмотреть. Потому что я нахожу какой-то фильм, у которого вроде как неплохая рецензия, включая, и это, оказывается, говно. Но вот еще о чем я хочу рассказать. Ребята, вы уже посмотрели Йоргаса Лантимаса. Бедные и несчастные. Ой, ребята, какой это фильм. Вы просто не понимаете. Если вы еще не видели, вы должны вот сейчас вот прям бросить смотреть вот этот прямой эфир и уже бежать в кинотеатры. Потому что Лантимас точно интереснее, чем я. Это что-то невероятное. Значит, Эмма Стоун, которая... Мне, кстати, один из наблюдательных моих подписчиков. Он мне написал. Чего ты сейчас так восторгаешься Эммой Стоун? А раньше ты говорила, что вообще тебе эта жаба не нравится. Это еще один из тех, кто думает, что все переобуваются. Нет, друзья. Мне действительно не особо нравилась Эмма Стоун. Я там не считала ее выдающейся актрисой. И вообще мне казалось, что в Ла-Ла Ленде с моим любимым Райаном Гослингом должна была сниматься какая-то другая актриса и так далее. Но то, что она сделала в фильме «Бедные и несчастные», ну, это once in a lifetime role, как говорится. Понимаете? То есть это роль жизни. И то, как она ее отыграла, это феноменально. Сам фильм настолько интересный. Кстати, Зинаида Пронченко, кинокритик, с которой, когда я была в кино, когда она была тоже в Москве, значит, в кино, и мы с ней часто сталкивались там, я была не согласна с ее мнением. Вот, сейчас Зина живет в Париже, мы с ней периодически там списываемся, видимся и так далее. И вот я посмотрела тоже ее рецензию на «Бедных и несчастных». И я понимаю, что у нас очень совпадает это ощущение, потому что вот если говорить про то, что мир стимпанка был создан «Мастер» и «Маргарите», и мир стимпанка был создан «Бедных и несчастных», то вы поймете, насколько это разные по уровню сложности миры. Вы просто поймете, вот что такое, почему я никогда не стану режиссером? Потому что для меня режиссер — это бог. Вот Лантимас в этом фильме, он просто бог. Он создал мир, в который ты падаешь, ты погружаешься, ты не можешь вылезти, ты выходишь из кинотеатра, ты весь просто обуреваем эмоциями. И, конечно, я называю этот фильм «Барби для здоровых людей», потому что, конечно, если бы Грета Гервик была хорошим режиссером, то, конечно, она бы сняла манифест такой абсолютно женский, феминистический, вот так, а не вот эту пошлятину, которая собрала там миллиарды долларов, но которую просто смотреть невозможно. Я сидела в кино, я не досмотрела, конечно, до конца, мы ушли, потому что это смотреть невозможно, просто это очень плохо. И я вот думаю, что вот настоящим манифестом женщины является фильм «Лантимас». Вообще, Йоргас, он уникальный режиссер. С одной из первых его работ «Клык», «Лобстер», «Убийство священного оленя», потом «Фееричная фаворитка» и вот этот апофеоз просто кинематографического искусства, «Бедные и несчастные», этот режиссер просто прогрессировал. У него нет ни одного фильма, где бы он оступился или дал шаг назад. Он все время прогрессирует. Я не знаю, что он сделает после «Бедных и несчастных», потому что сложно представить, что может быть круче. Но вы должны обязательно пойти в кино и посмотреть этот фильм. Как боретесь с ленью и откуда вы черпаете энергию? Давайте я вот эти два вопроса попробую соединить. Значит, энергия вообще... Вот смотрите, я очень энергетически заряженный человек, но есть обратная сторона. Вот я постоянно отдаю энергию, я постоянно являюсь ее носителем. Поэтому если происходит в жизни что-то, что блокирует ее во мне, я становлюсь абсолютно недееспособной. То есть это, знаете, это вот абсолютно человек disabled, знаете, вот. То есть человек, который ни на что не способен. Я просто лежу в позе морской звезды, не могу пошевелиться, и пока я не накоплю этот ресурс, я ничего не могу сделать. Мне очень помогает дневник. Год назад я начала вести дневник, хотя у меня был недолгий опыт общения с психологом. Однажды, там, где-то порядка 20, может быть, сессий у меня было. И она мне все время говорила, что Нателла, вы очень литературоцентричный человек, вы через слово, как бы, ощущаете эту жизнь, вам обязательно нужно вести дневник, потому что он даст вам возможность чуть глубже анализировать то, что с вами происходит, и какие-то выводы извлекать. Я так на это все смотрела, никогда не было времени, что такой дневник, вот этой ерундой заниматься, что-то описывать. А потом наступил момент, когда я вдруг взяла тетрадку, взяла ручку и начала писать. Ребята, это такая полезная история. Я вот очень вам рекомендую, правда, вот если у вас есть какие-то, вот просто начните, вот попробуйте. Вы знаете, потом происходит то, что ты, например, просто начинаешь описывать какие-то альтернативные варианты развития собственной жизни. И представьте себе, они воплощаются. То есть ты описываешь события, которые вдруг в какой-то момент становятся реальностью. Вы вообще можете себе это представить? Я сейчас звучу как Боня, которая говорит, что она может притянуть любое событие в своей жизни, но я не употребляю айоваску, поэтому я не могу любое притянуть, но в дневнике прописать это дико полезно. Поверьте, вот честно скажу, если выбирать между дневником и айоваску, я вам рекомендую дневник, потому что айоваску, во-первых, дорого, во-вторых, знаете, сколько у меня знакомых шлепнулись просто. Ну просто люди шлепнулись. Допустим, человек был крутой бизнесмен, а потом начал бабочек разводить. То есть, ну вот реально. Не, может, ему классно, кстати, с бабочками, я не знаю, но просто это дико странно. Вот поэтому я, кстати, вообще никогда в жизни не смогла бы употребить что-то внутрь. Вот то есть все, что любые спецсредства, которые ты употребляешь внутрь, пьешь, не знаю, в себя как-то, значит, там какие-то марки, вот эта вся история, никогда, потому что это не контролируется. Ты ничего с этим не сможешь делать. Как только ты употребил эту вещь, все, она уже контролирует тебя. А мне очень нравится. Я control freed, мне нравится самой контролировать все, поэтому вот это вот, ну короче. Но я начала рассказать про дневник. Да, это очень терапевтическая история. И поверьте, сейчас вот в состоянии, там скажем, когда вот ты просыпаешься утром, и я понимаю, все, ну не мой день. Сегодня ничего из меня не получится, я тряпка, я, конечно же, себя сразу же начинаю презирать, вот ты слабачка там и так далее. Но я беру дневничок, сажусь и начинаю описывать свои ощущения. И вы не поверите, но через 20 предложений мое настроение меняется, потому что я их прожила, эти ощущения, я их описала. И это то, что я вам говорила про тьму. Дайте тьме поглотить себя, и она начнет отступать. Так это работает. Это необъяснимо. И если вы знали, сколько моих желаний сбылись, благодаря дневнику, вы бы просто не поверили. А что касается, как бороться с ленью. Значит, рассказываю очень действенный способ. У меня, значит, я вообще прокрастинатор великий. Я могу все откладывать на последний день, потом в последний день, как, значит, белка, в одно место шлепнутое, бегать и пытаться это все решить. Значит, с ленью бороться очень просто. Берете, ложитесь, выключаете все гаджеты, телефоны, телевизоры и так далее. И лежите. Вот сколько хотите, столько и лежите. Я вас уверяю, что вы выдержите очень недолго, и в вас накопится энергия. Вообще тишина и отсутствие вообще какой-либо информации это главная созидательная сила энергии. Просто попробуйте. Я сейчас звучу, ну, этот, какой-то, блин, как вы звучите, садгуру? Шарлатан, понимаешь? Сейчас, секундочку. Так, так, так. Какую книгу читаете сейчас? Ребята, я всегда читаю несколько книг одновременно, но вот я взялась за малину, за ночь времен, очень крутое произведение, но оно, там, я не знаю, тысячи, наверное, с чем-то страниц. И я его читаю уже очень долго, потому что мы постоянно находимся в какой-то подготовке к съемкам подкаста, соответственно, мне нужно читать очень много, ну, специализированной литературы, поэтому я как бы постоянно отвлекаюсь. Но ночь времен, Малина, очень крутая книга. Это гражданская война 30-х годов в Испании и на фоне гражданской войны я вообще очень люблю такие вот пересечения. Большая любовь диссидента и девушки, которую он встречает случайно в баре. Очень красивая, у него такой язык, там просто вот зачитываться можно. Вот. А на самом деле, сейчас я читаю про пластичность мозга, потому что мы хотим сделать один из выпусков, посвященный именно мозгу, именно тому, как он устроен, как работать с нейронами, как в принципе можно сделать так, чтобы мозг был полностью у тебя в подчинении. Я над этим, кстати, очень много лет работаю. Как поддерживать хорошие отношения с дочерью? Ребята, я обожаю свою дочь. Она это знает. Она всё для меня, весь мой мир. И я вам могу сказать, что моё главное правило, которое я озвучиваю всем мамам, у меня просто почти у всех моих подруг маленькие дети, ну, они все позже родили, чем я и очень рано родила ребёнка в 21 год. И я всегда говорю, главное два правила соблюдать. Это быть честным и очень ребёнка любить. Вот если ты с ребёнком честнее, я никогда не вру своему ребёнку. Я всегда ей говорю абсолютно, пусть это будет неприятное, но правда. Я никогда с самого детства не говорила с ней как с ребёнком, который чего-то не понимает. Я говорила с ней так, чтобы она дотягивалась до понимания каких-то вещей. И я всегда говорила ей правду о себе. Я всегда, например, многие говорят, вот мы же с мужем развелись, когда Софиичке было два года. И я знаю, какая это болезненная тема, я сама как бы прошла через развод родителей, и для меня это до сих пор очень болезненно, вот, потому что, конечно, для ребёнка, вот, папа, мама, это всё очень важно. Но, когда Софиичка, она меня так особо никогда не спрашивала, но если заходил вопрос о том, почему мы с папой расстались, я всегда говорила ей правду. Я прям садилась и рассказывала ей историю, как это было. И всегда говорила, что это я виновата, что я была инициатором, это я так решила. И поэтому, пожалуйста, никогда не вини папу в том, что произошло. И вот, мне кажется, что очень важно быть честными, объяснять всё ребёнку. И тогда ребёнок, он растёт, ну, то есть, вы просто с ним родные души. Вот мы с Софикой, вот она сегодня утром мне записывает голосовое сообщение, я его слушаю, я с ней категорически не согласна. И я ей записываю, ну, я понимаю, что сейчас, если я начну её озвучивать, что я с ней не согласна, мы сейчас с ней, скорее всего, поссоримся на эту тему, потому что тема для нас обеих очень болезненная. И я ей записываю очень спокойное сообщение, где я говорю, я не совсем с тобой согласна, потому что вот так, вот так, вот так. И она мне говорит, она мне запрессит, мам, я, говорит, думала, что мы сейчас с тобой просто жёстко поругаемся по этому поводу, а ты, типа, спокойна. То есть, это дети, они должны быть очень независимыми, они должны вырасти в полном ощущении, что они личности. Я личность. И когда сейчас Софиечка запускает там свой новый проект, довольно масштабный, амбициозный, и она пришла ко мне как к инвестору. Она пришла и защитила передо мной свой проект. Она мне принесла огромную презентацию, где всё, то есть, честно говоря, передо мной никто никогда не защищал так проекты, я сама никогда так не пичала проекты, как мой ребёнок это сделал. И поэтому мне очень интересно. Я верю в свою дочку и хочу помогать ей развиваться. Ходите ли вы в театр? Да, кстати, мы ходили вчера, или позавчера, позавчера, мы ходили на постановку Дмитрия Анатольевича Крымова, Питер Пен, в РИИ. И я очень ждала этот спектакль, потому что Дмитрий Анатольевич мой самый любимый театральный режиссёр. И всё время я натыкаюсь на микрофон. Мой самый любимый театральный режиссёр. И его, например, постановка Серёжа или там генеральная репетиция или тот же Костик, да, это всё спектакли, которые производили на меня огромное впечатление. Но, к сожалению, с Питером Пеном чуда не произошло. Да, спектакль на латышском языке это нюанс, но есть, как бы, титр на английском языке, и ты имеешь возможность почитать, но птитор очень запаздывает, и поэтому ты всё время находишься в состоянии догоняющего. То есть уже человек эту эмоцию на сцене пережил, а ты вот только её по смыслу догнал. Но дело даже не в этом. Дело в том, что те смыслы, которые звучали со сцены, они мне казались очень вторичными. И они мне казались очень несвоевременными. Я считаю, что сегодня такого уровня художники, они, конечно, должны снимать что-то вот из ряда вон выходящее. Что-то, что просто, блин, срывает башку и просто переворачивает мир с ног на голову. Вот, по крайней мере, такого масштаба люди. Да, это либо через визуальные какие-то моменты должно проявляться, либо через смысловые. Здесь, к сожалению, чудо не случилось. ни так, ни иначе. А театр я вообще люблю. Раньше ходила регулярно, раз в неделю там стабильно в театр. Вот сейчас как-то театральное искусство меня мало. интересует. Мне оно кажется каким-то очень искусственным, несоответствующим времени. Так, смотрели ли вы Гризельду с Вергарой? Да, я посмотрела Гризельду, это просто чудовищная, чудовищная просто какая-то, как это называется, когда, что-то, клюква. Вот, это просто чудовищная клюква, хотя сама Гризельда, сама история Гризельды Бланка, она же феноменальная. Это действительно была единственная женщина в наркобизнесе, которую боялся Эскобар. Она наладила такой трафик в Майами наркотиков, что просто тонны через нее шли. Она убивала всех своих конкурентов, то есть она была абсолютно безжалостной. Если у нее возникала проблема с конкурентом, она с ним не договаривалась, она его убивала. И она поубивала просто всех, кто ей встречался на пути. Она первый раз убила мальчика в 11 лет. И было 11 лет, она украла мальчика, чтобы за него выкуп взять. И потом, что-то там, по-моему, с выкупом не случилось, она его застрелила. Вот. И самое интересное, что она придумала вот этот вид убийства, когда на мотоциклах парень проезжал мимо и расстреливал того, кого, значит, надо было убрать. И в итоге ее саму расстреляли именно таким же способом. Мотоциклист, проезжая мимо, расстрелял ее там. Несколько пуль, по-моему, попали в голову. Вергара? София Вергара? Такая специфическая артистка. Я знаю, что она, ну, очень известная, да? Она в какой-то американской семейке снималась, да? Где? А? Да? Ну, короче, я вот, я ее первый раз увидела в Грисельде. Но я так поняла, что она какая-то актриса известная. Но она такая карикатурная в этом сериале. Просто капец. Как будто на меня надели эти платья, драгоценности и отправили в кадр. Вот приблизительно такое же ощущение она на меня производила. Я думаю, что я, кстати, бы лучше ее сыграла. Бородину надо было позвать на эту роль. Она бы там такого, блин, чушпана раздала, что мы бы прозрели. Так. Что бы вы поместили в капсулу времени? Конечно, я бы поместила всех людей, которых я люблю. Это сто процентов. И, конечно, я бы поместила туда свои любимые фильмы и книжки. Потому что, в принципе, больше мне ничего не нужно. Так. На что вы сейчас живете? Задают мне вопрос. Друзья. Это очень смешной вопрос, на самом деле. Слушайте, ну, как бы у меня все хорошо с финансами. За меня можно не переживать. Вот. Я достаточно зарабатываю. У меня достаточно разных там сфер деятельности. Я просто ушла из одной из своих сфер деятельности. Ну, окей, с парочки. Но остальные-то проекты у меня живут. Их очень много. И, кстати, был там вопрос, по-моему, про Орел и Решку. Что происходит с Орелом и Решкой? Мы только закончили съемки сезона Орел и Решка для казахского федерального канала. Она вот должна вот-вот выйти уже первая серия. И, кстати, выпуски, которые мы снимали еще в 22-м году, они выйдут. Они скоро выйдут. Или уже вышли. Я даже не знаю. Марго, я не знаю, они вышли или нет. Они, по-моему, вышли на платформе вот-вот или должны выйти. И они выйдут, конечно же, у нас на YouTube-канале. Я просто, честно говоря, ну, как бы Орел и Решка настолько у меня автономный проект. Там как бы в операционном формате занимаются мои партнеры управления. Поэтому я как бы на уровне там контрактов, каких-то стратегических планирований и так далее. Проект живет, развивается. Я думаю, что дальше мы будем тоже снимать либо с Казахстаном, либо, может быть, еще добавится несколько стран для сотрудничества. Потому что, ну, проект, как бы, он вечный, понимаете? С ним ничего не может произойти. Верите ли вы в закон бумеранга? Да. Я уверена, что все в этой жизни возвращается. Хорошее и плохое. Поверьте, вот испытано на себе. И если вам кажется, что вот человек, который совершил подлость, он прекрасно себя чувствует, отлично живет, и с ним ничего не происходит, вот поверьте, а все, it takes time, как говорится, понимаете? Все придет в свое время. Никто из нас не избежит наказания за содеянное. И никто из нас не избежит благодарности за что-то хорошее, что мы сделали. У меня есть, как бы, несколько таких базовых правил, которые я всегда, ну, скажем, в жизни применяю. Это самое главное, когда тебе очень плохо, нужно помочь тому, кому еще хуже. И, как правило, там у меня есть несколько, ну, деток, которых я поддерживаю, да, там, которые болеют и так далее. И вот, например, в самые отчаянные моменты я сразу же, там, отправляю какой-нибудь подарок этому ребенку. И я знаю, что вот его радость, когда он пришлет эту фотографию, например, с каким-то айпадом, она сразу же меня делает, ну, мне сразу становится легче. Я не знаю, как это объяснить. И, а когда кто-то делает плохое мне, я никогда не желаю человеку зла. Вот кто меня знает, они знают прекрасно, что я никогда никого вообще не, там, не дай бог, там, чтобы, там, проклинать или, там, кому-то желать зла. Нет, я всегда говорю, слушайте, ребят, вот это опыт. Вот так со мной поступили, это для того, чтобы я стала еще сильнее, чтобы я, вот, какие-то прожила еще нужные, там, вещи и стала, вот, просто, вот, еще объемней. Окей, это, оно все, вот, знаете, как вам сказать, вот, говорят, что, там, муравьи и пчелы, да, они дико организованы. У них вот все вот по вот этим, вот, там, у пчел по осотам, у муравьев, там, по этим их норкам и так далее. Вот, то же самое с человеческой судьбой. Она настолько четко сформулирована, этот алгоритм настолько четко устроен, что, поверьте, там все записывается, везде ставятся галочки или везде ставятся крестики и просто проходит время, кривая раз меняет свою траекторию и точка бифуркации приводит к определенным последствиям. Поэтому просто творите добро, как говорится, бросайте его в воду и посмотрите, как оно все работает. Любимое место для отдыха. Больше всего на свете я люблю Майами. Это мой самый вообще любимый город для отдыха, потому что, когда я приезжаю в Майами, я просто чувствую себя, ну, не знаю, повелителем мира, потому что там есть все, что я обожаю. Я очень люблю Мальдивы. Вот Мальдивы – это то место, где я просто расслабляюсь. Я же дико боюсь насекомых, и поэтому я практически не езжу в те места, где их много. Например, я могу приехать на Сейшелы отдохнуть, и потом, например, все 12 ночей, условно, там не спать, потому что там есть гекконы, ящерицы. Они еще пищат, они пескливые, они все время куда-то заползают. Все, у меня бессонница, я не могу. Поэтому я выбираю всегда места, где нет насекомых, где нет никаких ползущих тварей. Один раз я приехала на Бали, еще в допотопные времена, и первое, что я увидела, это табличку такую, что там типа каждый день рождается 18 тысяч змей. И я поняла, что все, я в аду. Я здесь буду гореть все эти 14 дней. А мы приехали типа с моим мужем и с его друзьями на отдых. Но это было чудовищно. Вы не понимаете, у меня на нервной почве пропал голос, и начали гноиться глаза. То есть у меня был такой конъюнктивит первый раз жить. То есть я настолько отрицала действительность, и у меня просто пропал голос. Ну, конечно, мой муж был счастлив, потому что я наконец-таки заткнулась и перестала, блин, говорить, что будь проклят тот день, когда я села в этот самолет и здесь оказалась. Но, тем не менее, это было ужасно. Поэтому я стараюсь выбирать для себя самые безопасные места. Где можно следить за Софией и ее проектами? Значит, у Софии есть классный инстаграм. Она там супермодная. София Крапивина. И там можно за ней следить. Она действительно умеет очень себя круто позиционировать. Она вообще у меня такая красотка, модница и так далее. Она, собственно, учится именно в фэшн-индустрии. Но тот проект, который мы будем с Софией сейчас запускать, он, конечно, пока у нас держится в секрете. Мы никому о нем не рассказываем, потому что это, ну, как бы, это грандиозная история. И пока нужно его сначала запустить, а потом уже об этом говорить. Так, почему одежда всегда черного цвета? Ну, мне говорят, что мне идет черный. Ребят, не знаю. Я люблю черный цвет. Если душа бессмертна... Какой классный вопрос. А если душа бессмертна, вы бы хотели вернуться на эту землю и жить с этими людьми? Ну, я точно хотела бы, чтобы моя семья была снова такой же, какая она у меня есть сейчас. Я бы хотела, чтобы у меня дочка была моя, вот та, которая у меня есть сейчас. Ну, и, конечно, я очень люблю всех людей, которых я встречала на протяжении жизни. Вы знаете, у меня был очень интересный опыт регрессии. Это, на самом деле, долгая история, но я могу рассказать, если интересно. Марго, я вот сейчас сделала запрос. Если людям интересно про мой опыт регрессии, если сейчас будут какие-то комментарии, то я расскажу, потому что это довольно, как бы, долгое. Значит, матом. Ругаюсь ли я матом? Естественно, друзья, ну, из песни слов не выбросишь. Ну, вы что, есть вещи, которые можно сказать только матом. Понимаете? Не надо себя ограничивать. Но, конечно, я никогда не матерюсь в присутствии моей мамы, папы, людей, которых я уважаю, а с друзьями, вы бы послушали, как я общаюсь с ними. Они любят, кстати, говорят, что мне очень идет. Так, скажите, про телеграм-канал. Конечно, у нас есть телеграм-канал. Он называется Нателла Крапивина. Там, ну, тьма информации из разных вообще областей. Мы публикуем там всякие видосики про шоу-бизнес, про кино, про жизнь, про то, про пятое-десятое. В общем, там много всего происходит. Плюс мы публикуем еще всякое там неизданное. Я публикую там часто какие-то видео там из своей жизни бытовой. Вот, поэтому приходите, подписывайтесь. На самом деле, у меня этот ТГ-канал раньше назывался Биг Мама. И к моменту, значит, к февралю 22-го года там было порядка 60 тысяч подписчиков. Но в феврале 22-го года я прекратила вести Телеграм-канал. Ну, я просто, мне нечего было сказать. Я просто настолько охерела от всего, что я замолчала. Вот, и поэтому, к сожалению, ну, понятное дело, что было много отписок за это время. Поэтому сейчас на канале порядка там 18 тысяч подписчиков. Вот, но мы надеемся, что он будет расти, потому что канал действительно интересный. Я как бы стараюсь публиковать только то, что мне самой интересно. А, опыт в регрессии. Да, у меня был опыт в регрессии. Это дико интересная история. Я вообще на самом деле каждому рекомендую. Хотя бы один раз это пройти. Я не знаю, реально ли вот то, что ты проживаешь в этот момент, но каким-то образом с тобой это происходит. Значит, я пришла к этой женщине, которая очень известна регрессолог, и она мне говорит, там, сейчас с вами будут происходить такие-то, такие-то вещи. Со мной минут сорок вообще ничего не происходило. Я просто засыпала постоянно. Я боялась, что я сейчас засну. А потом вдруг я оказалась в совершенно ином пространстве. Я была в другом теле. Я была молодым мальчиком. Я себя отлично помню, как я выглядела и так далее. И я прошла через все этапы той своей жизни. Я знаю, как я умерла в прошлой жизни. Я знаю, кого я любила в прошлой жизни. И я увидела свою дочку в прошлом, ну вот в этом, вот в этой инкарнации. Я увидела свою дочь. И я знаю, что она была со мной в прежней жизни. Ну, в общем, это такой удивительный опыт. Я поняла, что главные проблемы моей прошлой жизни, так же, как и жизни вот той, в которой я сегодня нахожусь, очень многие годы, вот как раз на тот момент, когда я имела этот опыт, я точно так думала, была проблема одиночества. Вот этого тотального одиночества внутри, когда ты вроде бы и в любви, вроде бы и в отношениях, а ты всё время одинок, тебе всё время вот некомфортно, то у тебя вроде всё есть, а ты всё время как будто вот, то это всё не твоё немножко. И когда я прожила этот опыт регрессии, мне показалось, что мне стало становиться легче, и сегодня я точно не чувствую одиночества. Я чувствую, что я не одна, я чувствую, что у меня есть люди, которые меня очень любят. Я ощущаю себя на своём месте и хочу быть там, где я есть. Вот это очень важно. Пробовали ли вы себя в живописи? Нет, ребята, это вообще не моё пальто. Я один раз, тут у меня, по-моему, со Светой мы ходили на какой-то урок живописи, это было ужас. У Светы причём-то хорошо получалось, там какие-то она рисовала кувшинчики, а у меня вот тяп-ляп. Знаете, я как дельфин, который рисует, или вот как слон. Вот приблизительно такая же мазня у меня получалась. Вот. Ну, в принципе, это сегодня тоже хорошо продаётся. Сейчас вообще, как моя София говорит, мама, сегодня продаётся не искусство, а история этого искусства. Поэтому, да, вот история какого-то предмета, она, конечно, интересна. Так, а, кстати, вот я хотела задать вопрос. Мне сказали несколько уже моих друзей, что очень было бы интересно записать подкаст про NFT, про вот крипту и так далее. Именно хотят услышать женскую версию. Вот скажите, это было бы интересно? Набросайте, пожалуйста. Если будет интересно, то мы об этом запишем потом отдельно подкаст. Кто для вас мастер у Булгакова? А, вы имеете в виду, кто он, да? Такой, да, хороший вопрос на самом деле. Ну, учитывая то, что Булгаков Воланда ассоциировал со Сталиным, а себя с мастером, я думаю, что мастер это олицетворение всего такого большого объёмного творческого начала, которое как я понимаю, учитывая то, что Булгаков очень хотел польстить этим романом Сталину, он как бы говорил, что вот мы творческие люди, вот такие уникальные, чистые, значит, стремящиеся к чему-то, и вы великие властители, значит, он же обожал, он считал, что власть должна обязательно, значит, а кто же будет управлять всем этим быдлом, если вот не власть, она должна быть сосредоточена в руках сильного лидера, то есть он как бы пытался в мастере обозначить вот некую силу, такую очень творческую, чистую, которая во взаимодействии с силами, ну, не тьмы, а всё-таки вот этой вот верховной власти, только они имеют право на какое-то особое место, а вот эти все, которые там деньги ловят в театре и в общем рыбу не первой свежести употребляют и так далее, вот с ними можно обращаться как угодно, потому что всё равно квартирный вопрос их испортил и ничего с ними сделать нельзя, вот собственно, как он там говорил, да, что новые люди это просто забытые старые, вот поэтому мне кажется, что вот таким образом Булгаков пытался себя как бы, да, немножечко приподнять над основной вот этой вот чернию, которую он, конечно же, презирал как монархист, он считал, что вот есть эта вот божественная власть и она сосредоточена в руках суверена. Значит, что у нас ещё? Любовь, смысл жизни безусловно, причём любовь имеет свойство расползаться внутри вас, если вы её постоянно питаете. Вот любовь это то качество, кстати, как и щедрость и доброта, вот абсолютно уверена в том, что чем больше вы отдаёте, тем больше вы получаете. Это стопроцентное правило. То же самое с любовью. Чем больше вы её отдаёте, тем больше она в вас нарастает. Сталкивались ли с магией? Ну, вы знаете, у нас это вообще такая тема всегда была какая-то популярная, вот там в Средней Азии, где я жила, на Северном Кавказе, да и в Украине тоже. Все как-то об этом вот часто говорили, там, о каких-то магах, о людях даже, которые, я помню, мне рассказывали, что есть, типа пару киллеров, магов, представляете? То есть, типа люди приходят и заказывают кого-то. И, значит, этот человек читает на него какие-то приговоры, и человек заболевает, например, и умирает. Но я, конечно, слабо в это верю, но, может быть, такое и есть, я не знаю. Вот. Отношения со спортом у меня феноменальны. Каждый день я бегу минимум 7 километров, потом немножечко занимаюсь гантельками, качаю пресс и так далее. Обожаю спорт. Считаю, что, опять же, помимо дневника еще одна терапевтическая история это спорт. Занимайтесь спортом, вы будете чувствовать себя просто превосходно. Как выйти из одиночества? Не надо из него выходить. Это офигительное состояние, очень ресурсное, которое дает, на самом деле, очень серьезную фактуру, придает вам, как я говорю, дополнительный объем. Вы как будто обрастаете слоями. Одиночество, его не нужно бояться, не нужно от него никуда сбегать. Его просто можно периодически как бы откладывать в сторону и немножко, скажем, выходить из этого состояния. Это делается очень просто. Позвоните своему другу, позвоните своей маме, позвоните своей сестре или брату, позвоните людям, которые вас любят и просто пойдите и поговорите с ними, просто посидите выпейте чаю и так далее. Иногда у меня был такой период, когда я на две недели застряла в одном месте, я не могла выехать, у меня были проблемы с документами, и я застряла в одном месте на две недели. Я была в абсолютном одиночестве, никто не мог ко мне приехать, и я никуда не могла поехать. И вы знаете, я просто выходила и гуляла по два-три часа, и я начала общаться с людьми, просто, мне это вообще не свойственно, но я начала общаться с незнакомыми людьми. Я просто шла, и мне навстречу шли люди, например, и вдруг они начинали со мной заговаривать. Вообще, очень классная книжка, как называется эта книжка, да, диалог с Богом, разговор с Богом, разговор с Богом, Нила, я не помню, найди, пожалуйста, название, я просто его озвучу, очень классная книжка, вот она мне в тот момент тоже очень сильно помогла, и плюс это радикальное прощение, тоже обалденная книжка, они, знаете, они такие вроде как, типа ты читаешь, и все тебе понятно и без этого, но что-то в них есть, что-то такое, что в тебя вот проникает, и ты вдруг начинаешь относиться к жизни, потом еще классная книжка Майкла Роуча, по-моему, «Карма любви», да, вот она мне тоже тогда в том состоянии очень помогла, в общем, как называется? Нил Волж, да, да, «Беседы с Богом» Нила Волжа, вот я рекомендую вот эту книжку, рекомендую Майкла Роуча «Карма любви» и рекомендую «Радикальное прощение», не помню, кто его написал, но тем не менее, значит, вы найдете, вот, это такой базис, который вот смело можно использовать, даже просто там иногда, там, что грустно стало, открыл такой, раз наткнулся на какую-то прикольную ассоциацию, какую-то прикольную метафору, и вдруг понял, что да, нет, все нормально, можно идти дальше, вот, еще я очень люблю баню, кстати, я всем тоже очень рекомендую баню, она тоже очень сильно освобождает, вот пришел в баню, пропарился, несколько раз, там раз пять зашел, посидел, все, вся дурь выходит из головы, просто становишься абсолютно чистым. Отношение к алкоголю, я не употребляю крепкие спиртные напитки, практически никогда, могу раз, там, в 10 лет, типа, там, при простуде выпить водочку, в целом я пью только белое-красное вино, и не люблю шампанское, но сейчас в последнее время его иногда выпиваю, потому что у меня почему-то все подружки пьют шампанское, ну, я иногда его выпиваю. А так вообще люблю, больше всего люблю красное вино, хорошее, дорогое, никогда не жалею, если уже я выпиваю, то я выпиваю хорошее, дорогое вино. Так, 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 как начать бизнес с нуля? Друзья, это очень хороший вопрос, но это прямо об этом нужно отдельно, конечно, говорить, давайте я постараюсь быстро ответить. Марго, у нас же время уже, я так понимаю, заканчивается, да? Значит, что я хочу сказать? Значит, бизнес с нуля, во-первых, поймите для начала, чем вы хотите заниматься, что это за бизнес, потому знаете, сколько людей, которые начинают бизнес и просто закрывают его через, там, какое-то время. Проведите очень серьезную аналитику. Вот первое, с чего нужно начать, это проанализировать рынок, на который вы собираетесь выходить, что вы будете этому рынку предлагать. Дальше вам нужно, если у вас нет собственных инвестиций, вам нужно, чтобы в ваш проект кто-то поверил. Пишите классную презентацию. Сегодня огромное количество есть мастер-классов и книг, как, собственно, вот правильно презентовать проект. Это очень важно. Вот это вот искусство сторителлинга, искусство убеждения, это действительно очень важный фактор в том, чтобы вам выделили бюджет на ваш бизнес, потому что, ну, конечно, если у вас есть первичный бюджет, это ок, но, как правило, ты ищешь инвесторов, которые могли бы в тебя вложиться. Вот, и дальше, конечно, нужна команда. Нужна команда таких же, ну, как вы, людей, абсолютных единомышленников, которые также поверят в вашу идею. И все, если вы нашли деньги, если у вас есть команда, если вы верите в собственную идею и проанализировали рынок, у вас очень хорошие шансы. Я думаю, что у вас все получится. И, кстати, я вот всегда открыта для интересных каких-то бизнес-идей, если они возникают у кого-то, я всегда инвестирую. Мы сейчас очень много проектов в таком вот у нас состоянии полуфабриката, и мы потихонечку-потихонечку их развиваем. Вот. Хотите ли еще детей? Я уже хочу внуков, ребята. Я уже просто так издеваюсь над Софией. Я ей сказала, что у нее срок до 25 лет. Родите мне внуков. Иначе я рожу сама. Так. София, кстати, не хочет, чтобы я рожала. Она считает, что она лучшая, что в моей жизни случилось, и больше мне никто не нужен. Так. Ну что? Что у нас еще интересного? Хороший вопрос, кстати, какие будут тренды в ближайший год, но я не совсем понимаю, в какой области вы интересуетесь трендами. Ну, конечно, с появлением искусственного интеллекта основной тренд – это попытка заменить, скажем, живых людей искусственным интеллектом. Я пока слабо верю в то, что это возможно в каком-то таком массовом формате, но, конечно, частично какие-то профессии, я думаю, что со временем будут исчезать. Что касается, скажем, музыкальных трендов, там, кинотрендов. Ну, во-первых, все становится политизированным. То есть мир становится настолько вот повесточным, знаете, вот все про какую-то повестку, вот все такое вот конъюктурное. И вот я же говорю, что вот и в музыке тоже, вот появились какие-то вот алгоритмы музыкальные. То есть вот нет какой-то свободы. Я очень жду какой-то вот, знаете, вот я помню, вот появился Woodkid много лет назад, да? Это было-то такое свежее дыхание в музыке. Я помню, боже, я чуть не плакала на его концерте в Швейцарии. Это было что-то феноменальное, потому что это музыкант от Бога. Что они там эти творили, скрипки, контрабас и так далее. Это было что-то невероятное. Сегодня я вообще не вижу никаких знаковых вот таких представителей. Вот я не знаю, Марго, ты видишь кого-то, кто из артистов сегодня крутой в мире? Ну, кроме вот, например, мне очень понравился Дрейк. Вот, например, Дрейк, я считаю, крутой парень. Я вот была на его концерте, он какой-то, ну, очень энергетически заряженный. Но вот так вот, чтобы я, например, постмалон, ну, да, классно, я его периодически слушаю, да. Ну, это, кстати, кто еще? Нет? Нет, это вообще нет. Нет, ну, нет. Вот эта дуалипа, это вообще не мое пальто. Нет, она какая-то искусственная, пластиковая. Я понимаю, что такое... Ты понимаешь, время пластиковое. Время, все состоит сегодня из пластика. Вот это мое мнение. Так. Даете ли деньги в долг? Главное правило. Всегда давай ровно столько, сколько можешь подарить. Вот я не знаю, скольким людям я подарила деньги в долг, но я к этому отношусь спокойно. Я знаю, что если я уже отдала, то вряд ли это ко мне вернется, поэтому даю всегда, вот, допустим, человек мне говорит, там, одолжи, там, не знаю, столько-то тысяч долларов. Я говорю, чувак, столько не одолжу, вот столько одолжу, потому что я знаю, что он никогда не вернет. Вот как-то так. Как появилось название НЛО? На самом деле его придумала Марго, вот, и, собственно, вот так вот оно у нас и возникло. Марго мне сказала, предложила мне ряд названий, и говорит, Марго, Марго редактор и мой сопродюсер, они, мы делаем этот проект полностью вместе. Она мне предложила ряд названий, и мне, я провела такой короткий соцопрос среди, там, своих друзей, знакомых, родителей и так далее, и все сказали, что им нравится именно это. Ну, так мы его оставили. Вот. Ваш любимый классический композитор. Ну, если брать из попсовиков, то, конечно, Моцарт, Шопен, Бетховен. Но если брать, конечно, что-то более авангардное, что-то такое более, ну, скажем, не знаю, эмоционально тревожное, ну, это, конечно, Малер. Я вот недавно прям вот переслушала вот кучу просто всего, там, не знаю, часа четыре просто слушала, я там ехала в машине, потом, и вот, конечно, Малер по вот тому, что он делает, как он глубоко проникает, это, конечно, уникальный композитор. Ребята, я вас очень прошу, если можно, напишите отзыв, отзывы об эфире, вот, и, пожалуйста, пошерьте его, там, поставьте лайки. Это вот, ну, это правда несложно, я сама это редко делаю, вот, признаюсь. Сама вот смотрю эфир и никогда не лайкну, никогда не пошерю. Но потом, когда ты сам с этим сталкиваешься, понимаешь, как это важно, ну, и как бы ты понимаешь, какой люди ресурс тратят на то, чтобы вот это все делать для вас, да, ну, и, конечно, становишься уже более внимательна, начинаешь уже, там, пошел, полайкал, поэтому вот пошерил эфир, там, и так далее. А еще есть хороший вопрос, колете ли уколы красоты? Я вообще за то, чтобы всегда говорить правду, да, я колю уколы красоты, я делаю, там, всякие мезотерапию в лицо для поддержания просто какой-то, там, ну, какого-то блеска кожи, и делаю определенные, там, манипуляции, которые связаны, ну, чуть-чуть, там, гелоуронка, чуть-чуть ботекс, там, и так далее, ну, для того, чтобы лицо оставалось... Я не делаю ничего радикального, у меня нет никаких, там, ну, вы видите, наверное, у меня нет геля в губах, у меня нет никаких, там, пластических операций, но я считаю, что женщина должна делать все, чтобы выглядеть красиво. Я, конечно, против вот этих вот одинаковых лиц, гладких, как гладильная доска, с этими одинаковыми носами, губами, разрезами глаз и так далее. Боня, привет! Вот, и, но в целом, в целом, я считаю, что вообще допустимы любые манипуляции, если они придают тебе уверенности. Пожалуйста, иди сегодня тысячи способов поддерживать красоту. И, конечно, я пользуюсь только самой лучшей косметикой, вообще, ну, как бы считаю, что обязательно должен быть очень крутой крем под глаза. Вот никогда не экономьте на креме под глаза. Причем вы вполне можете использовать просто крем для лица, классный, если он вам нравится, если он достаточно нежный. Вот я, например, там много лет использую, там, крем Вальмон, который, типа, который вообще, в принципе, крем для лица, но он настолько мне нравится, что я его использую под глаза. И вот я считаю, что на таких вещах нельзя экономить. Кожа – это важно, как бы, ваша уверенность в себе от этого очень зависит. Поэтому, пожалуйста, сколько раз в жизни вы любили? Ну, сейчас мне кажется, что три. Вот, мне могло казаться, что четыре. Но теперь я понимаю, что три. Вот. Потому что я переосмысливаю свое понимание любви. И считаю, что чувство влюбленности, которое мы можем испытывать на каком-то этапе, которое иногда кажется нам любовью, к любви никакого отношения не имеет. Потому что любовь – это всегда про очень глубокую увлеченность. И это про взаимность. Всегда про взаимность. Если нет взаимности, ну, это абсолютно нездоровая история. Это сразу нужно уходить, бежать. И вообще, если вот вы… Я очень долгое время считала, что любовь – это всегда сложно. Это прострадание. Все, вот это вот надо, значит, сесть, уперевшись локтем в стол, взяв, поддерживая свою голову, долго сидеть, значит, и это все переживать. И вообще, вот, вы должны быть ссоры, конфликты. Сегодня я понимаю, что любовь – это очень просто. Это когда два человека отлично понимают друг друга. Обо всем могут договориться. Им просто классно вместе. Они эту жизнь проводят вместе вот в том формате, в каком могут, подстраиваясь друг под друга, принимая вот все нюансы этой жизни. А когда один из вас постоянно там ставит какие-то условия или вы ставите какие-то условия, это не любовь. Это нужно сразу заканчивать, уходить. И поверьте, любовь – это всегда легко. Настоящая любовь. Так, друзья, я хочу вас поблагодарить за ваши прекрасные вопросы, за то, что вы сегодня были с нами. Я знаю, что, ну, как бы изначально понимала, что вас не будет много, но, собственно, мы этот эфир для того и записываем, чтобы у вас была возможность в любой момент времени его посмотреть. И ждите уже в следующую субботу выйдет класснейший, просто класснейший выпуск НЛО. Вообще вот этот cancel culture, который мы разбили на две темы и запустим подряд, да, в две субботы, запустим эту историю. Мне очень нравится эта история, потому что, ну, действительно, я прям вот глубоко ушла в истоки, в историю и так далее. Я думаю, что вам тоже будет интересно. Ну, а на сегодня что? Спасибо вам огромное. Всем вам хорошей субботы, классного настроения. Хочу поблагодарить моих ребят, Владислав, Марго, моя подруга Юля. Они все помогли нам осуществить этот эфир. И спасибо вам за то, что смотрели. Надеюсь, было не скучно. И, конечно, я хочу сказать, что, может быть, я там как-то прохожусь так, знаете, по людям вот так вот легко там играю. Еще на самом деле я все это делаю с любовью, с добрым сердцем. У меня нет никому никакого зла. Поэтому, ребята, не обижайтесь. Давайте все друг над другом подтрунивать. Давайте все друг друга немножечко, скажем так, упрощать в собственных глазах. И давайте жить в мире, потому что так много войн вокруг, что, по сути, нам просто некуда бежать. Давайте просто будем больше смеяться. Смех, как известно, продлевает жизнь.